Книга 4. Эпоха великого разнообразия обычаев Во времена императора Юстиниана I римляне осознавали большое отличие от других людей и очень гордились этим. Они принадлежали к особой цивилизации. Кое-кто из них, по крайней мере, думал, что доказать это не составит ни малейшего труда. В такого рода оценках своей судьбы они были отнюдь не одиноки. То же самое следует сказать о людях в других уголках планеты, например, в Китае. Задолго до рождения Христа цивилизация развивалась на всех континентах, кроме Астролазии. При этом уже в доисторические времена шел процесс углубления и ускорения различий в поведении человека. Культурное разнообразие человечества, даже в самые древние исторические времена, удается, образно говоря, отловить с помощью самой мелкой ячеистой сетки, и когда, наконец-то, случился необратимый раскол классического средиземноморского мира, в качестве подходящего грубого ориентира, возьмем пятый век нашей эры, мир уже наполняла культура самых разных видов. Большей части суши планеты цивилизация тогда еще не коснулась, и то, что можно было назвать цивилизованным, касалось относительно немногочисленных зон, в каждой из которых складывались мощные, различающиеся по характеру, зачастую осознаваемые и, по большому счету, обособленные, традиции. Их различия будут углубляться на протяжении еще тысячи лет или около того, пока приблизительно к пятнадцатому столетию человечество не приобрело максимального разнообразия, какого не существовало раньше и, быть может, недостижимого в будущем. Причем одной какой-то единственной, доминирующей культурной традиции выделить не получается. Одним из результатов человеческой эволюции можно назвать то, что цивилизации Китая, Юго-Восточной Азии, Индии, Западной Европы и Исламского мира существовали самостоятельно достаточно долго, чтобы оставить неистребимые следы на поверхности нашей планеты. Они сосуществовали параллельно во времени, и в известной мере объяснение это, как ни парадоксально, состоит в том, что в одном отношении все эти цивилизации выглядят одинаковыми. В общих чертах основой им служило натуральное сельское хозяйство, и всем цивилизованным народам пришлось искать основные источники энергии и находить их в силе ветра, водного потока, а также мышечной энергии животных или человека. Никому из них не удалось пустить в ход подавляющую власть, чтобы изменить другие народы. Повсюду, к тому же, проявлялась непреодолимая власть традиций. Неоспоримый, сложившийся порядок вещей, при котором жило все человечество, сегодня показался бы нетерпимым. Понятно, что многообразие в культурном развитии уже тогда служило появлению разнообразных технических приемов. Должно было пройти много времени, прежде чем европейцы смогли снова приступить к техническому проектированию в масштабе, присущем Римской империи, причем китайцы задолго до того открыли печать с помощью составных форм иероглифов и знали порох. Тем не менее, роль подобных преимуществ или недостатков выглядела весьма незначительной по большому счету в силу того, что общение между носителями разных традиций оставалось делом трудным повсюду, кроме нескольких областей с благоприятными для того условиями. И все-таки обособленность одной цивилизации от другой никогда не была абсолютной. В любом случае, постоянно шел некий обмен материальными достижениями и умственными открытиями. Барьеры между ними скорее напоминали водопроницаемые мембраны, чем глухие стены. Хотя народы в те времена жили по большей части в соответствии с устоявшимися правилами, менявшимися весьма медленно, игнорируя чужаков, обитавших за сотни и даже тысячи километров от них и их чуждые традиции. Эта великая эпоха культурного разнообразия охватывает продолжительный период человеческой истории. За некоторыми традициями нам придется вернуться в третье столетие до нашей эры и оттуда возобновить наше повествование, а проломы в стене, отделившей их носителей от остальных народов, останутся незаделанными много позже пятнадцатого века нашей эры, а до того времени большинство цивилизаций развивалось в основном в своем собственном ритме, только иногда поддаваясь воздействию серьезных потрясений, источники которых находились снаружи. Исключениями для данного правила служили воздействия, которые великие кочевые империи центрального евразийского центра оказывали на остальной древний мир. Они представляются временными по сути, зато являются главными предвестниками изменения, случившегося в первом тысячелетии нашей эры, и за ними последуют новые потрясения, которые в конечном счете затронут человечество от Испании до Индонезии и от реки Нигер до Китая. Должен будет появиться ислам, как последняя из великих религий, родившаяся на Ближнем Востоке, то есть в колыбели древнейших цивилизационных традиций, приемником которых во многих отношениях данное вероучение и станет. И ислам послужит преобразованию мира способами, тоже совершенно новыми для человечества. Глава первая. Узловые евразийские перекрестки. На протяжении более тысячи лет, то есть со II века до н.э. до XIV века н.э. земли Центральной Евразии были ключевыми территориями развития истории человечества. Лучший способ представить себе центральную роль данной территории состоит в том, чтобы присмотреться к пространству между корейскими границами и равнинами Восточной Европы, как транспортерной ленте, по которой перемещались технические приемы и представления, а также народы через массовое переселение и попеременное возвышение очень крупных, но обычно нестойких, империй. Со времен Хунну, бросивших вызов китайцам на заре династии Хань, до монголов, правивших практически всем миром в XIII веке, Центральная Евразийская степь представляла собой территорию, где сходились и пересекались многочисленные пути, связывавшие Китай, Индию, Ближний Восток и Европу, иногда посредством войн и завоевательных походов, но чаще в результате торговли и обменов религиозными верованиями. Для человечества в целом этот период истории ознаменовался последними случаями покорения оседлых народов их кочевыми соседями и невозможно понять суть перехода от классического к современному миру, не изучив его последствий. Территория, на которой все это началось, и которую мы, не придумав лучшего слова, называем Центральной Евразией, представляет собой громадную область, которая в виде огромного коридора простирается с востока на запад приблизительно на шесть с половиной тысяч километров. На севере ее стеной стоит Сибирская тайга, южную границу обозначают пустыни, мощные горные цепи, а также Тибетское Нагорье и граница Ирана. Основную часть этого коридора занимает поросшая травой степь, граница которой с пустыней постоянно перемещается. В тех пустынях, к тому же, сохранились крупные оазисы, которые всегда составляли отличительную черту их системы хозяйствования. В оазисах обитало оседлое население, образу жизни которого всегда завидовали кочевники, их непримиримые враги. Самые богатые оазисы, причем встречавшиеся достаточно часто, находились в долине между крупными реками, известными грекам как Окс, Амударья, и Иаксартес, Сырдарья. Там выросли города, известные своим богатством и ремеслами — Бухара, Самарканд, Мерв, и торговыми маршрутами, связавшими далекий Китай с Ближним Востоком, и из Европы купцы шли по ним. Первым степным народом, повлиявшим на формирование всеобщей истории мира, считаются хунну, то есть кочевники, которые на протяжении пяти веков, на переломе эпох до и после Рождества Христова, населяли территорию нынешней Монголии и восточной области Синьцзяна. Хунны постоянно враждовали с китайцами в период династии Хань и вторгались с оружием вглубь этой новой китайской империи до тех пор, пока их мощь не истощилась из-за внутренних неурядиц, а правители династии Хань не смогли подчинить их Южную Конфедерацию. Так как все известные нам сегодня сведения о хунну, в том числе и их имя Сюнну, переделанное на европейский лад в хунну, подчеркнуты из китайских источников, внутреннюю структуру и государство достоверно представить сложно. Наравне с многочисленными государственными объединениями Центральной Евразии, появившимися после хунну, их государство могло представлять собой коалицию различных этнических групп, объединенных общими обрядами и верованиями, зародившимися в ходе войн. Во главе такого государства могла стоять правящая верхушка, подобная семье, связанной клятвенными узами и кровным родством. Конфедерация племен хунну сложилась в мощную военную машину, решающей силой которой считалась легкая стремительная конница. Действенность этой конницы основывалась на вооружении и тактике, заимствованных у китайцев и применявшихся в целях сохранения господства над населением всей восточной степи. Иногда хунну причисляют к одной группе с гуннами, появившимися в западном районе Центральной Евразии, приблизительно во времена распада последнего государства хунну на востоке. В то время как между двумя этими историческими категориями могла существовать некая недоступная нам связь, не приходится сомневаться в том, что после любого возможного союза с конфедерацией хунну, дошедшие до Европы гунны, должны были пережить ряд культурных и политических преобразований. Следовательно, все предположения о происхождении гуннов упираются в два важных аспекта жизни в центральных областях Евразии, сохранившихся до нашего времени. На их территории отсутствуют естественные преграды, служащие непроходимыми препятствиями на путях, пролегающих между восточной и западной степью. Народы с их религией, языками, идеями и техническими приемами пользовались полной свободой передвижения от одного края великих равнин до другого. Конечно, если им не приходилось останавливаться из-за внезапных изменений политической конъюнктуры или войны. При такой свободе передвижения открывались самые широкие возможности для торговли, а также для общественных преобразований, в результате которых у этнических групп, пересекающих данную степь, менялись отличительные особенности вероисповедания и даже названия. При всем этом образ жизни народов, населявших эту обширную территорию центральной Евразии, претерпел совсем незначительные изменения. Хунну, точно так же, как и скифы, составлявшие господствующую часть населения западной степи, приблизительно одновременно с ними господствовали над Востоком, где, как кочевники, они пасли лошадей, крупный рогатый скот и овец, перемещаясь с одного пастбища на другое. Они прекрасно овладели искусством верховой езды, и ловче остальных народов использовали составной лук, служивший главным оружием конного лучника, отличавшимся повышенной мощью в силу его конструкции. Такой лук, в отличие от традиционного, изготавливался из соединенных вместе полос дерева и рога. Ремесленники Хунну умели изготавливать изысканные ткани, резные и декоративные изделия. Но традиции создания собственных городов и поселков у этого народа не существовало. Как кочевники, они активно занимались торговлей, причем даже с весьма удаленными странами и народами. Как раз купцы, а не воины данной кочевой группы, вступили в общение с представителями великих империй Китая, Персии и Восточной Римской империи. Но, увидев собственными глазами богатство оседлого мира, они, естественно, возжелали приобщиться к нему, если не с мечом наперевес, то хотя бы потратить на новую жизнь свои запасы серебра. Народ, унаследовавший у Хунну власть над Восточной степью, вошел в историю под именем Авары, и о них нам известно немного больше. Как их предшественники, они появились от смешения нескольких племен тюркского, иранского и монгольского происхождения. Во главе Аваров стоял император, называвшийся Каганом. Каганы стремились к власти над всей Евразией и в V веке уже было подошли к своей цели. Можно предположить, что экспансия Аваров на Запад послужила одной из причин массового переселения народов из центрально-западной Евразии, отмечавшегося в тот период истории человечества. С одной стороны, их вытеснили Авары, а с другой они двинулись в поисках лучшей жизни, благо границы Римской империи на Западе к тому времени открылись настежь. Гунны, готы и говорящие на иранском наречии Аланы тогда двинулись в Центральную и даже Западную Европу из своей родины в степи, по пути образовывая новое государство и налаживая связи с германскими и славянскими племенами. К концу VI века Авары захватили территории нынешней Венгрии и прорвались к побережью Адриатического моря. Главный источник их военного успеха лежал в боевом превосходстве конницы Аланов. Они первыми изобрели такое приспособление, как стремя, которое должно было обеспечить им большое преимущество перед противником в деле управления конями. Около 600 года н.э. Аварам по всем внешним признакам предстояло превратиться в господ Европы, а также многих областей Азии. В 626 году они в союзе с персами династии Сасанидов осадили Константинополь, но покорить этот город у них не вышло. Действия восточных Аваров, китайцы звали их Жужанями, сдерживали армии китайской династии Суй, но в подчинение китайцам они не пошли, и даже в VII веке все еще продолжали постепенную экспансию в восточном направлении. Свою великую мощь Авары потеряли из-за знаменитых преобразований, случившихся во всем регионе Евразии и ознаменованных возвышением тюркских народов. Изначально числившиеся вассалами Аваров тюрки появились в качестве самостоятельного народа после середины V столетия. В их мифологии центральное место отводится Алтайским горам, причем особое почтение проявляется к месту под названием Отукен-Иш, леса Отукен. Предполагается, что с этих гор и произошел данный народ. В конце V столетия они расселились из северной части центральной Монголии в разные уголки региона. Их вожди могли приобрести опыт войн в составе войска гуннов и конфедерации Аваров, и когда в VI веке они бросили вызов господству Аваров, их подданные уже располагали достаточной ратной подготовкой и прекрасной организацией. К середине VII века они установили свое господство над всей центральной Евразийской зоной от Кореи до Черного моря. Одним из достижений тюрков можно назвать их готовность привлекать на свою сторону всех потенциальных союзников, обладавших видимым культурным родством. Изначально правившая верхушка тюрков верила в бога неба по имени Тенгрии, Тангрии, но в скором времени некоторые из них обратились в буддистскую веру, а остальные в манихейскую или христианскую. Ко времени завоевания ими области вокруг Аральского моря тюрки как таковые образовали конфедерацию племен различных верований и этнических групп, связанных тюркским языком и культурой. Тюркский политический проект просуществовал чуть больше срока жизни одного поколения, зато от него осталось наследие, сопоставимое с наследием Александра Великого, который своими завоеваниями почти на тысячу лет раньше определил новое направление культурного развития обширной территории. Своё влияние тюрки навязывали не исключительно посредством вооруженной экспансии. Можно предположить, что благодаря навыкам тюрков в торговле и их общей культурной терпимости мы имеем примеры того, как целые этнические группы мирно заимствовали исконно тюркские традиции, без того, чтобы чужаки навязали их им вооруженным путём. К упомянутой выше особенности политики можно отнести появление огромного числа тюркских групп в более поздние периоды истории на территории Азии и Европы. Азербайджанцы, казахи, киргизы, туркмены, уйгуры, башкиры, хазары, булгары, мамлюки, тимуриды, османы и, конечно, современные турки. Получается далеко не полный список. Распространение тюркской культуры в VII и VIII веках служит показателем её привлекательности для остальных народов на великих просторах от Маньчжурии до Анатолии. Тюркские группы, переселившиеся на Запад, сыграли ключевую роль в истории Восточной Европы и Ближнего Востока тем, что ограничили влияние персов на севере. Тем, что сначала объединились в союз с Восточной Римской империей, тюрки помогли этой империи выжить и осуществить преобразование в Византию, обеспечившая ей сохранность на протяжении ещё почти тысячи лет. Одним из наследников тюрков считается Хазарский Каганат, которому приблизительно с 630 года подчинялись жители Понтийской степи, расположенной между Чёрным и Каспийским морями. Его правящая династия обратилась в иудаизм в 740 году при Кагане Булане, который якобы одновременно преследовал две цели – подтвердить свои убеждения и определить самость среди христиан и мусульман. Хазары основали державу, просуществовавшую до тех пор, пока её в конце IX века не сокрушили воеводы растущего государства под названием Русь. Дальше, на западе, ещё одна тюркская группа, то есть булгары, переселились в северо-западные области Черноморского региона, где начали смешиваться со славянскими народами и постепенно перенимать их язык. Им предстояло в значительной степени повлиять на формирование истории этих славян. Очередная группа тюрков под названием Седжуки двинулась в область, окружавшую Аральское море. Их первый царь служил у Хазар, поэтому своих сыновей назвал Муса, Микаил и Исраил, и он воспользовался этой возможностью для освоения с помощью Хазар принципов одновременно торговли и войны. В XI веке его преемник Малик Шах захватил области Анатолии, нынешнюю Турцию, которая включил состав расширяющегося Седжукского конгломерата. Наследие тюрков сыграло свою роль к тому же в истории восточной части Азии. Китайская династия Тан по своему происхождению среди прочих имела тюркские корни, и этим объясняются попытки ее представителей установить контроль над восточной степью. Но даже при том, что императоры Тан несколько раз наносили поражение восточным тюркским группам в VII веке и начале VIII века, они сохранились в качестве независимых держав на протяжении всего периода истории, вплоть до возвышения монголов в XI веке. На северо-западных границах Китая в середине VIII века еще одна тюркская группа под названием Уйгуры основала свое самостоятельное царство. Это уйгурское государство, возглавлявшееся династией изначально Манихейской по вероисповеданию, большинство уйгуров приняло ислам только в XV веке, образовало значимую географическую и историческую связь между Китаем и Южной Азией. Великий торговый народ согдийцы, занимавший территорию к западу от уйгуров вокруг Самарканда и Бухары и продолжавший торговать со всеми странами Центральной Евразии, какой бы империи они ни принадлежали, преподали им принципы построения великого китайского шелкового пути, и уйгуры с готовностью продолжили их традицию. Но уйгуры находились под влиянием одной великой империи, давно исчезнувшей к VIII веку, которая правила народами к югу от Сугдианы на территории от Афганистана до Северной Индии в первой половине тысячелетия. Речь идет об империи Кушанов, индоевропейский язык элит которой появился в той же самой области, которой позже пришлось управлять уйгуром. Именно через их доминионы буддизм сначала проник в Центральную Азию, а потом распространился на Китай. Центральную Евразию того времени не следует считать периферией мира, откуда варвары угрожали великим цивилизациям Востока, Юга и Запада. Отнюдь. На протяжении весьма длительного периода времени она служила обширной, образно говоря, расчетной палатой для ведения торговли и обмена представлениями, а также центром политической власти. Ее эпоха отнюдь не закончилась к концу первого тысячелетия нашей эры, самый важный ее этап, то есть времена монгольских империй, был еще впереди. Но к VIII веку уже произошло изменение положения политических созвездий. Византийская империя не просто сохранилась, но еще и укрепилась. В Китае правители династии Тан возродили державу в самом сердце Центральной Евразии, однако главные изменения ожидались с юга, где арабские армии, воодушевляемые новой верой, готовились к завоевательным походам. В июле 751 года несколько таких армий сошлись в схватке с войсками династии Тан во время сражения при Атлахе, около северо-западной границы нынешней Киргизии. Победу в этой битве, получившей название Таласская, одержали арабы. Сложились условия для настоящей исламизации Центральной Азии, которая обуславливается очередной период в истории данной обширной области. Глава вторая. Ислам и арабские эмиры. Правители великих империй, появлявшихся на территории Ирана на протяжении тысячи лет с относительно кратковременными перерывами, донимали своих соседей нашествиями до самого пятого столетия нашей эры. В ходе войн иногда происходит сближение цивилизаций, и на Ближнем Востоке взаимовлияние двух культурных традиций достигло такой степени, что их история при всей непохожести судьбы этих двух народов завязалась в мертвый узел. Через Александра Македонского и его преемников Ахамениды передали римлянам представление об изяществе божественного происхождения монархии, корни которой лежат в плодородной исторической почве древней Месопотамии. Из Рима эти представления пересадили на клумбу христианской Византийской империи, правители которой сражались с сассанидами. Правители Персии и Рима слишком увлеклись и в конце концов помогли своим врагам разгромить друг друга. Их антагонизм принес им гибель, так как они сковали себя обязательствами с врагами друг друга, требовавшими ресурсов, применение которым следовало искать совсем в других важных сферах. В итоге обе империи пережили трагедию краха. Первый сассанид по имени Ардашир или Артаксеркс обладал мощным желанием обеспечить продолжение персидской традиции. Он совершенно сознательно восстановил память о Парфянах и великом царе Дарии. Преемники на престоле следовали его примеру в укреплении памяти о них в скульптуре и письменах. Ардашир выдвинул притязания на все земли, когда-то находившиеся под дланью Дария, и сам пошел завоевывать оазисы Мерв и Хивы, а потом вторгся на территорию Пенджаба. На завоевание Армении ушло еще 150 лет, но большая ее часть, в конце концов, оказалась под персидским господством. Так случилось последнее в истории восстановления древней Иранской империи, причем в VI веке ее территория простиралась на юг до Йемена. Мощному разрастанию территории империи сасанидов постоянно препятствовал распад из-за ее географического и климатического разнообразия. Но в течение долгого времени сасаниды успешно справлялись с задачей управления ею. Они ловко пользовались бюрократической традицией, уходящей корнями в Ассирию и обоснованием монархии божественным происхождением. Политическая история государства сасанидов отмечена напряженностью между силами, стремящимися к централизации империи и интересами великих аристократических семей. В результате эта история представляет собой перемежающиеся периоды правления царей, преуспевших или не очень в деле подтверждения своего права на престол. Монархам империи предстояло пройти два главных испытания. Первое состояло в назначении преданных соратников на руководящие посты в государственном аппарате и усмирении тех представителей знати, кто покушался на верховную власть. Второму испытанию подвергались те, кому приходилось отстаивать свое видение престола наследия. Нескольким персидским царям не удалось удержать престол и их свергли. При этом престол формально передавался посредством процедуры назначения нового правителя. В такие моменты применялся метод своего рода избирательной системы, в рамках которой государственные чиновники, военачальники и жрецы, делали выбор в пользу одного из представителей августейшей семьи. Сановники, претендующие на царскую власть, то есть те, кто подчас уже правил в сатрапиях, вели родство с небольшим числом великих семей сановников, относящихся к потомкам парфянских аршакидов, всегда управлявших этим народом. Они располагали крупными водчинами, с которых кормились, но их опасный авторитет уравновешивался еще двумя альтернативными силами. Одной из них следует назвать наемную армию, командование которой составляли представители мелкопоместного дворянства, тем самым располагавшие некоторой опорой в противостоянии с сословием вельмож. Их отборный корпус царской конной гвардии находился в прямом подчинении царя. В качестве второй сдерживающей силы выступало духовенство. Персия при Сосанидах являла духовное, а также политическое единство. Зороастризм формально восстановил Ардашир Папакан, предоставивший важные привилегии его священникам Волхвам. Они, в свою очередь, привели его к политической власти. Священники подтверждали божественную природу его царского сана, исполняли важные судебные обязанности и к тому же им поручили контроль над сбором поземельной подати, которая составляла основу персидской казны. Догматы, которые они проповедовали, внешне значительно отличались от строгого единобожия, предписанного Заратустры. Зато все внимание сосредоточивалось на творце мира по имени Ахура Мазда, наместником которого на земле назначался царь. Пропаганда с асанидами государственной религии тесно связывалась с утверждением их собственной власти. Идеологические основания персидского государства приобрели еще большую актуальность, когда в Римской империи государственной религии объявили христианство. Значительно возросшую роль стали играть вероисповедальные различия. Религиозная неприязнь приобрела политическое значение. Войны с Римом послужили превращению христианства в показатель преданности империи. Хотя сначала к христианам в Персии относились терпимо, их преследование стало делом логичным и постоянным вплоть до V века и несколько дальше. Кровавым гонениям в Персии подвергались не одни только христиане. В 276 году персидского религиозного проповедника по имени Мани казнили особенно мучительным методом, содрав с живого кожу, по гуманной версии он умер от истощения. Свою известность в Европе он приобрел под латинским вариантом его имени Манихей, а учение, приписанное ему, ждало будущее христианской ереси. В Манихействе иудаистские и христианские верования соединились с персидской мистикой, а последователи данного симбиоза увидели во всем мироздании сцену для грандиозной драмы борьбы за господство сил света и тьмы. Те, кто осознавали в этом истину для себя, стремились участвовать в этой борьбе через практику аскезы, якобы открывавшую им путь к совершенству и к созвучию с вселенской драмой духовного спасения. Последователи Манихейства четко определяли границу между добром и злом, природой и Богом. Его неистовая двойственность представлялась привлекательной некоторым христианам, которые видели в ней догму, созвучную той, что проповедовал апостол Павел. Блаженный Августин в своей юности принадлежал к манихейцам, и следы обнаруживаются намного позже уже в ереси средневековой Европы. Возможно, бескомпромиссный дуализм всегда обладал мощной привлекательностью для людей определенного склада ума. Как бы то ни было, широкому распространению идей манихейства повсюду предшествовало преследование со стороны правителей изороастрийской и христианской монархий. Последователи данного вероучения нашли пристанище в странах Центральной Азии и в Китае, где манихейство расцвело пышным цветом гораздо позже, в XIII веке. Что же касается православных христиан в Персии, хотя мирным соглашением V века предусматривалось терпимое к ним отношение, опасность проявления ими враждебности к своему престолу в условиях непрерывных войн с Римом, делало исполнение данного соглашения практически невозможным. Только в конце века персидский царь издал указ с требованием терпимости крестьянам, и то исключительно ради примирения с армянами. Покончить с проблемой до конца не получилось. В скором времени христиан возмутило энергичное обращение в свою веру народных масс зороастрийскими энтузиастами, дальнейшими заверениями персидских царей в необходимости терпимого отношения к крестьянству, никаких серьезных мер в данном направлении на практике не предполагалось. Допустим, что у них ничего не получилось из-за сложившейся тогда политической обстановки. Исключение, подтверждающее правило, касается несториан, которых сосаниды терпели исключительно потому, что те подвергались преследованиям со стороны римлян. Отсюда появлялись основания считать их людьми относительно политически надежными. Хотя религия и тот факт, что власть сосанидов с их цивилизаций достигли пика при Шахеншахе Хосрове I Аннуширване в VI веке, вместе помогают придать соперничеству империй некоторую видимость схватки между цивилизациями, возобновившиеся войны того века особого интереса не представляют. По большому счету, они являют собой унылое монотонное зрелище, хотя на самом деле речь идет о последнем периоде все той же борьбы, что началась между греками и персами на тысячу лет раньше. Кульминационный момент в этой борьбе наступил в начале VII века с последней мировой войной древности. Вызванное ею опустошение, могли оказаться фатальным ударом по эллинской урбанизированной цивилизации Ближнего Востока. Тогда Персией правил последний из великих сассанидов шахеншах Хосроф II Парвиз. Удачный шанс выпал ему, когда ослабленная Византия Италия к тому времени уже отделилась, а славяне с аварами отправились на Балканы, потеряла толкового императора, убитого мятежниками. Хосроф многим обязан почившему в Бозе Маврикию, за помощь восстановления его собственного персидского престола. Он использовал упомянутое преступление в качестве предлога и пообещал отомстить тем, кто его совершил. Его армии хлынули на территорию Леванта, круша города Сирии на своем пути. В 615 году его войска взяли приступом Иерусалим и унесли с собой величайшую реликвию в виде честного и животворящего креста Господня, являвшегося знаменитейшим сокровищем данного города. Евреи, следует отметить, часто одобряли политику персов и воспользовались благоприятным случаем для проведения погромов в местах проживания христиан, тем более упоительных, что, как говорят европейцы, этот ботинок слишком долго был на чужой ноге. На следующий год персидские армии продолжили свое дело и вторглись в Египет. Еще год спустя их передовые отряды встали на привал всего лишь в полутора километрах от Константинополя, персы даже пустились в морской поход, осадили Кипр и отхватили от Римской империи остров Родос, империю Дария внешне восстановили практически в тот момент, когда в другом конце Средиземноморья Римская империя теряла свои последние вотчины в Испании. Наступили самые мрачные для Рима времена за весь его долгий период борьбы с Персией, но в критический момент появился нежданный спаситель. В 610 году наместник императора в Карфагене по имени Ираклий восстал против преемника Маврикия и покончил с кровавым господством этого тирана, убив его. В свою очередь он получил императорскую корону из рук патриарха. Сразу покончить с бедствиями в Азии не получалось, но Ираклию предстояло проявить себя в качестве одного из величайших императоров-воителей. Только военно-морская мощь спасла Константинополь в 626 году, когда персидскую армию оказалось не на чем перевести для поддержки штурма этого города их союзниками аварами. На следующий год, тем не менее, Ираклий ворвался на территорию Ассирии с Месопотамией, служившую предметом застаревшего спора с точки зрения ближневосточной стратегии. Солдаты персидской армии подняли мятеж, Хосрова убили, а его преемник заключил с римлянами мир. Великие времена правления сассанидов ушли в прошлое. Величайшую реликвию в виде честного и животворящего креста Господня, или то, чему присвоили такое звучное название, вернули в Иерусалим. Затянувшийся поединок между Персией и Римом подошел к концу, и центр тяжести всемирной истории начал наконец-то смещаться в сторону еще одного конфликта. Сассаниды сошли с подмостков истории потому, что нажили слишком много врагов. В 610 году случилось дурное предзнаменование. Арабская армия впервые нанесла поражение персидскому войску. Ведь на протяжении многих веков персидские правители гораздо больше занимались врагами на своих северных границах, чем теми, кто доставлял беспокойство на юге. Приходилось меряться силами с кочевниками из Центральной Азии, о которых уже шла речь в нашем повествовании. Причем, как мы убедились, историю этих народов трудно себе представить и в общем виде, и в подробностях. Как бы то ни было, непреложный факт состоит в том, что на протяжении практически 15 веков из Центральной Евразии поступали импульсы, приводящие в движение всемирную историю, которая при всей ее запутанности дала результаты, которые можно перечислять от вторжений германских племен Западную Европу до оживления китайского правления в Восточной Азии. Первыми среди народов, повлиявших на историю Ближнего Востока и Европы, считаются скифы, хотя совсем непросто с большой точностью сказать, кем они были. Кто-то на самом деле употребляет это слово в качестве общего названия нескольких народов, как в случае с аварами и тюрками. Скифов археологи обнаружили во многих уголках Азии и России и даже глубоко на территории Европы в Венгрии. Им приписывается богатая и долгая история участия в делах Ближнего Востока. Сообщается о некоторых из них как участниках набегов на ассирийские границы в восьмом веке до нашей эры. Позже они привлекли внимание Геродота, много сообщившего о народе, вызывавшем восхищение у греков. Скорее всего, они никогда не составляли по-настоящему единого народа, а оставались группой связанных друг с другом племен. Часть этих племен вроде бы осела в южной части России достаточно давно, чтобы установить регулярные отношения с греками в качестве земледельцев, занимавшихся обменом зерна на изящные золотые украшения, изготовленные греками черноморских побережей и обнаруженные в скифских захоронениях. Но они к тому же произвели на греков огромное впечатление как воины, применившие тактику, характерную для азиатских кочевников, использовавших лук и стрелы без спешивания с лошади и отступавших при встрече с превосходящим противником. Они на протяжении веков доставляли беспокойство Ахеменидам и их преемникам, а незадолго до наступления сотого года до нашей эры покорили Парфянское царство. Скифы, к тому же, вторгались в пределы Южной России и на территорию Индии, но данный раздел повествования можно на время оставить покоя. Около 350 года нашей эры гунны начали вторжение на территорию империи Сасанидов, где этот народ называли хионитами. На севере гунны в течение некоторого времени двигались от озера Байкал на запад, их теснили более успешные соперники, как до них вытеснили другие племена. Некоторым из них в следующем веке предстояло появиться к западу от Волги. Мы уже встречали их под городом Труа на территории нынешней Франции в 451 году. Те, кто повернул на юг, послужили новой помехой для персов в их борьбе с Римом. В 620 году власть Сасанидов распространялась на просторах от Киренайки, Восточная Ливия, до Афганистана и дальше. Тридцать лет спустя империи Сасанидов больше не существовало. Ее последнего правителя убили собственные подданные в 651 году. Пока возрождение Восточной Римской империи казалось вызовом Сасанидам, а набеги кочевников подрывали их власть, совсем другой враг своим вторжением поставил на них окончательный крест. Причем конец династии наступил не только из-за того вторжения, так как зороастрийское государство рухнуло еще до того, как пришла новая победоносная религия, а также до прихода арабских полчищ. Ислам продемонстрировал большую экспансионистскую и адаптивную мощь, большую, чем какая-либо другая религия, за исключением христианства. К нему тянулись народы, живущие далеко и весьма отличающиеся друг от друга, от нигерийцев до индонезийцев, даже в центре его зарождения, то есть на землях арабской цивилизации между Нилом и Индией он объединил верующих с огромными различиями в культуре и климате проживания. При этом ни один из других великих формирующих факторов всемирной истории не базировался на меньшем количестве начальных ресурсов, кроме, возможно, иудаизма. Важно обратить внимание на то, что собственное кочевое происхождение евреев лежит в том же самом племенном обществе, варварском, незрелом и отсталом, из которого вышли первые армии ислама. Из такого сравнения неизбежно вытекает предположение еще об одной причине. Ведь иудаизм, христианство и ислам представляют собой великие монотеистические религии. Ни одна из них на ранних стадиях существования не обещала превратиться в мировую историческую силу. Предположить такое могли разве что одержимые и фанатичные их адепты. История ислама начинается с Мухаммеда, но не со дня его рождения, так как этот день, как и многие факты его жизни, остается большой загадкой. Древнейшие арабские биографы начали писать о Мухаммеде через сто лет после его кончины. Доподлинно известно, что Мухаммед родился приблизительно в 570 году в провинции Хиджаз у бедных родителей и вскоре осиротел. Его индивидуальность проявилась в ранней молодости, когда он приступил к проповеди мысли о существовании единого Бога, что этот Бог справедлив, и ему предстоит судить всех людей, что он может обеспечить их спасение, если они будут исполнять его волю в следовании вероисповеданию, а также в личном и общественном поведении. Этому Богу уже поклонялись, так как он представал Богом перед Авраамом и еврейскими пророками, из которых последним считается Иисус Назаритянин. Мухаммед видел свою миссию в восстановлении старой монотеистической веры, а не в изобретении чего-то нового. Его благовестие заключалось в том, что все люди — евреи, христиане и безбожники, должны проникнуться одной истинной верой, открытой ему Богом. Мухаммед принадлежал к мелкопоместному клану влиятельного бедуинского племени Курайшитов. Это племя было одним из многих на огромном Аравийском полуострове шириной 965 километров и длиной больше 1600 километров. Жители этого полуострова подвергались испытаниям очень сложными физическими условиями. Большая часть Аравии представляет собой пустыню или скалистые горы. На значительной части территории большой удачей считалось даже само выживание. По периметру полуострова, где находились небольшие порты, жили арабы, занимавшиеся мореплаванием, значительно раньше наступления II тысячелетия до н.э. С присущей им предприимчивостью эти арабы связали долину Инда с Месопотамией, чтобы поставлять специи и смолы из Восточной Африки в Красное море до Египта. Происхождение этих народов и тех, что жили в глубине полуострова доподлинно не установлено, но и язык и традиционные родословные, возвращающие нас к патриархам Ветхого Завета, служат обоснованием связи с другими ранними семитскими авторами пастуралей, к тому же считающимися предками евреев, каким бы спорным такое умозаключение не показалось кому-то сегодня. Аравия совсем не всегда казалась таким непривлекательным местом. Незадолго до и на протяжении первых веков нашей эры на Аравийском полуострове существовала группа благополучных царств. Они процветали, предположительно до пятого века нашей эры, и представители одновременно исламской традиции и современной науки связывают их исчезновение с крушением ирригационных сооружений Южной Аравии. В результате произошло переселение народа с юга на север, и появилась Аравия времен Мухаммеда. Войска Великих Империй могли проникать на территорию полуострова на совсем короткое время и не оставляли глубоких следов, а аравийцы подвергались весьма поверхностному влиянию понятий других цивилизаций. Они стремительно организовались в племенное общество, основанное на кочевом пастбищном животноводстве. Для регулирования отношений внутри такого общества хватало патриархата и родственных связей, пока бедуин оставался в пустыне. В конце шестого века можно обнаружить новые изменения. Росло население некоторых оазисов. Поддаться новым жителям было некуда, и замкнутость оазисов вызывала напряжение традиционной общественной практики. Таким местом представляется Мекка, где жил молодой Мухаммед. Мекка играла важную роль одновременно как оазис и как центр паломничества, так как люди прибывали туда со всех концов Аравии, чтобы поклониться черному камню метеоритного происхождения Каабе, который на протяжении многих веков служил становлению древней арабской религии. Но Мекка, к тому же, стояла на перекрестке основных караванных путей между Йеменом и Средиземноморскими портами. По ним сюда прибывали иноземцы и скитальцы. Изначально арабы относились к политеистам, верящим в естественные божества, демонов и духов, но по мере активизации общения с внешним миром в этой области появились еврейские и христианские общины, а христианство приобретало все большую популярность среди верующих арабов. Часть курайшитов Мекки начала заниматься торговлей. Из немногочисленных ранних фактов биографии Мухаммеда узнаем, что до тридцати лет он женился на богатой вдове, располагавшей деньгами, вложенными в караванное дело. Но в результате такого поворота событий возникли дополнительные социальные напряжения, так как безусловная лояльность племенной структуры подверглась сомнению в противопоставлении с коммерческими ценностями. Общественными отношениями пастырского общества всегда предполагалось, что благородная кровь и преклонный возраст служили устоявшимися сопутствующими обстоятельствами богатства, а тут все стало меняться. Просматриваются некоторые формирующие психологические факторы, повлиявшие на беспокойного молодого Мухаммеда. Он начал размышлять об отношениях между богом и человеком. В конце концов сформулировал систему взглядов, позволившую складно объяснить многие противоречия, возникающие в потревоженном обществе, в котором он жил. Истоки своего достижения Мухаммед подсмотрел у евреев и христиан, располагавших неким писанием, служившим им утешением и руководством к действию. И они поклонялись Богу, тоже знакомому его собственным сородичам, под именем Аллах. Но подавляющее большинство арабов, как убедился Мухаммед, не знало никакого писания. Однажды во время уединенных размышлений в пещере по соседству с Меккой, Мухаммеду послышался голос, произнесший «Читай во имя Господа твоего, который сотворил, сотворил человека изгустка». На протяжении двадцати двух лет Мухаммеду пришлось читать, и в результате получилась одна из величайших познавательных книг человечества под названием Коран. Даже в самом узком смысле значение Корана огромно, точно так же, как Библии Лютера на немецком языке, или утвержденного королем Яковом I, ее варианта на английском, и с точки зрения лингвистики Коран сформировал сам язык ислама. Он стал главным документом арабской культуры не только в силу его содержания, а также потому, что через него происходило распространение арабского языка в письменном виде по всему миру. Более того, это книга-провидца, страстная в наполненности ее автора божественным вдохновением, ярко передавшая духовный гений и энергию Мухаммеда. При жизни Мухаммеда Коран оставался в разрозненном виде, а составили его в целостное произведение люди из окружения пророка. Так получился сборник откровений. Сам Мухаммед считал себя пассивным инструментом, рупором Бога. Слово «Ислам» переводится как «предание себя Богу», «покорность», «подчинение законам Аллаха». Мухаммед полагал, что он должен был передать послание Бога арабам, как прочие пророки до него донесли его слово остальным народам. Но первый мусульманский пророк верил в свою особую миссию, хотя до него тоже появлялись пророки, их откровения слушали, но в искаженном виде евреи и христиане. Мусульмане верят в то, что Бог именно через него сформулировал свое последнее послание человечеству. В своем послании он потребовал служения исключительно одному только Аллаху. Традиционно считается, что Мухаммед однажды вошел в святилище Каабы и перебил своим посохом изображение всех прочих божеств, которые его последователи должны были стереть, оставив только изображение Мадонны с младенцем. Он сам придержал этот камень. Его деятельность как пророка началась с бескомпромиссного проповедования единобожия в центре политеистической религии. Затем он определил соответствующие обряды, необходимые для спасения души, а также общественный и личный догмат, который зачастую вступал в противоречие с текущими представлениями. Например, в случае с тем вниманием, которое он уделял статусу отдельного верующего, будь то мужчина, женщина или ребенок, вполне можно понять, почему такое учение не всегда воспринималось людьми с большой радостью. В этом проявилось еще одно подрывное и революционное влияние ислама, когда новообращенные настраивались против тех их соплеменников, кто поклонялся другим богам или просто молился иначе, то есть против тех, кому неизбежно грозило отправиться за это в ад. От них также исходила угроза подрыва всего дела, связанного с обслуживанием паломников. Хотя в конечном счете ислам пошел ему на пользу, так как Мухаммед упорно настаивал на большой ценности паломничества в святое место. Наконец, с точки зрения общественных связей, кровное родство в исламе ставилось ниже веры в Аллаха, основой общины объявлялось братство паствы, а не группа родственников. Неудивительно при таком раскладе, что вожди его племени ополчились на Мухаммеда. Кто-то из его последователей переселился за границу, например, отправился в Эфиопию, уже монотеистическую страну, в которую проникло христианство, в отношении строптивых мусульман, кто остался и никуда не поехал, ввели экономический бойкот. Мухаммед узнал о том, что жители еще одного оазиса под названием Ятриб, нынешняя Медина, располагавшегося примерно в четырехстах километрах севернее, могут проявить большую благосклонность к его проповедям. Отправив вперед около двухсот человек своих последователей, он покинул Мекку и тоже пошел туда в шестьсот двадцать втором году. Это хиджра или бегство Мухаммеда из Мекки в Медину должно будет означать «начало мусульманского календаря», а название оазиса Ятриб поменяют на Медину, ставшую городом пророка. Медина тоже была областью с неустоявшейся экономической и социальной ситуацией. В отличие от Мекки, тем не менее, там не существовало власти какого-то одного влиятельного племени, зато вшло острое соперничество между двумя племенами. Кроме того, Медину населяли арабы, приверженные иудаизму. Такой раскол сыграл на руку Мухаммеду, взявшему верх над всеми спорщиками. Кров переселенцам предоставили родственники новообращенных мусульман. Этим двум группам предстояло сформировать будущую верхушку ислама в виде так называемых попутчиков пророка. В откровениях Мухаммеда перед ними открывается новое направление в его деяниях, то есть образование собственной общины. После своих откровений относительно духовных аспектов, упорно которые он делал в Мекке, теперь Мухаммед занялся формулированием практических подробных откровений о еде, питье, браке и войне. В Медине ислам сложился как религия, ставшая к тому же отдельной цивилизацией и самостоятельной общиной. Медина послужила плацдармом для подчинения сначала Мекке, а затем остававшихся племен Аравии. Объединяющий принцип заключался в выдвинутом Мухаммедом понятии братства исповедующего ислам населения мира под названием «умма». Умма служила объединению арабов и с самого начала евреев в обществе, в котором поддерживалась большая часть традиционной племенной конструкции с упором на патриархальную структуру в той степени, в какой она не вступала в противоречие с новым братством ислама. При этом даже сохранялось традиционное первенство Мекки как место паломничества. Неясно, насколько далеко за пределы этой конструкции собирался зайти Мухаммед. Он делал подходы к представителям еврейских племен в Медине, но те отказались слушать его призывы, поэтому их изгнали, и там осталась только община мусульман, но после этого не должно было сложиться постоянного противостояния с иудаизмом или христианством. Между ними существовали богословские связи в их единобожии и писаниях, при том, что считалось, будто христиане впали в ересь многобожия с понятием Святой Троицы. Для Мухаммеда, судя по Корану, христиане и евреи были совсем не безбожниками. Он считал их братьями по вере, которые еще не открыли глаза на откровение Бога в его обращении. Мухаммед скончался в 632 году. В тот момент созданной им общине грозила серьезная опасность раскола и распада. И все-таки на такой основе предстояло построить две арабские империи, осуществлявшие господство в последующие исторические периоды из двух разных центров силы. В каждой из этих империй ключевым учреждением устанавливался халифат, служивший наследием власти Мухаммеда как старейшины общины, одновременно ее наставника и правителя. С самого начала между религиозной и светской властью в исламе устанавливалась полная гармония. Никакой двойственности в виде церкви и государства, формировавшей положение политики христианского общества на протяжении более тысячи лет, у мусульман не наблюдалось. Прекрасно сказано, что Мухаммед выступил в роли Константина, пророка и суверена в одном лице. Его преемники не собирались заниматься собственными пророчествами, как это делал Мухаммед, а просто на протяжении длительного времени пользовались его наследием в виде единства в управлении государством и отправлении религиозных обрядов. Первые, так называемые, патриархальные халифы вышли из племени курайшитов, практически всех их связывали с пророком родственные или брачные узы. В скором времени их подвергли критики за непомерное богатство и незаслуженно высокий статус, а также обвинили в действиях с позицией деспотов и эксплуататоров. Последнего из них свергли и убили в 661 году, после серии войн, во время которых консерваторы выступили против того, в чем они усмотрели осквернение халифата в виде превращения его из духовного учреждения в светское. В 661 году был учрежден Оммейадов, дамасский халифат, с которого ведется отсчет первого из двух крупнейших хронологических этапов Арабской империи, основанной на территории Сирии со столицей в Дамаске. Прекращение схваток внутри арабского мира, появление данного халифата, однако не принесло. И в 750 году ему на смену пришел Аббасидов халифат. Этот новый халифат просуществовал дольше. После переезда халифа в новую столицу, которой выбрали Багдад, Аббасидам предстояло править настоящей державой еще практически два века, до 946 года, а потом еще дольше в качестве глав марионеточного режима. Между ними эти две династии обеспечили арабским народом три века господства на Ближнем Востоке. Первым и самым наглядным выражением этого господства следует считать ряд выдающихся завоеваний в первый век ислама, в результате которых изменилась карта мира от Гибралтара до Инда. Эти завоевания фактически начались сразу после смерти пророка с утверждением власти первого халифа. Покорением непримиренных племен Южной и Восточной Аравии для обращения в ислам занялся первый праведный халиф Абу-Бакр. Но в итоге сражения охватили территорию Сирии и Ирака. Нечто аналогичное процессам, в силу которых волнения в Центральной Азии выплеснулись наружу, случилось на перенаселенном Аравийском полуострове. На сей раз существовало вероучение, способное придать беспорядкам направление, а также не стоит забывать примитивную человеческую тягу к власти и обогащению. Первой жертвой завоевания ислама за пределами полуострова стала Персия Сасанидов. Вызов со стороны ислама поступил, когда данная империя переживала напряженный период истории под управлением императоров династии Ираклия, которым предстояло точно так же пострадать от этой новой силы, выходящей из пустыни. В 633 году арабские полчища вторглись в Сирию и Ирак. Три года спустя византийские войска выдворили из Сирии, а в 638 году исламу подчинился Иерусалим. Месопотамию силы отобрали у Сасанидов в последующие несколько лет, и приблизительно в то же время их империю лишили Египта. Теперь арабы создали собственный флот, и началось поглощение ими Северной Африки. Набеги на Кипр совершались в 630-х и 640-х годах. Ближе к концу VII века этот остров поделили между собой арабы и персы. Также к концу VII века арабы взяли еще и Карфаген. Между тем, после ухода с политической арены Сасанидов, арабы в 655 году завоевали Хорасан и в 664 году Кабул. В начале VIII века они преодолели Гиндукуш, чтобы вторгнуться в Синд, которые оккупировали между 708 и 711 годами. На второй год арабская армия при поддержке берберских союзников переправилась через Гибралтарский пролив, Гибралтарскую скалу называют Горой Тарика, Джебель Аль-Тарик, в честь полководца берберов Тарика ибн Зияда, и двинулась внутрь Европы, сокрушив, наконец, королевство Вестготов. В 732 году, или спустя сто лет после смерти пророка Мухаммеда, командование мусульманской армии, глубоко вклинившейся на территорию Франции, вовремя разглядело чрезмерную растянутость путей снабжения и опасность, связанную со скорым приходом зимы. И под Пуатье повернула свои полки назад. Франки, встретившие арабов и убившие их командующего Абд-Аль-Рахмана, заявили о своей победе. Во всяком случае, у этого города можно поставить высокий памятный знак с обозначением глубины арабского завоевания на Западе. Хотя в ходе своих экспедиций во Францию на протяжении следующих нескольких лет арабы дошли до верховей реки Роны. Как бы ни закончился этот поход, возможно, арабов не очень сильно интересовали завоевание в Европе, тем более вдали от теплых земель Средиземноморского побережья, исламская стремительная атака на Запад остается заслуживающим восхищения достижением даже при том, что причудливое видение гиббоном Оксфордского преподавания Корана никогда не приближалось к реализации, по крайней мере, до нашего времени. Арабские армии наконец-то остановили и на Востоке тоже. Замечательным фактом для многих представляется то, что византийцы в этой связи снова переживали подъем духа, хотя только после двух осад Константинополя и сокращения территории Восточной империи на Балканах и Западной Анатолии. В Центральной Евразии арабское войско в 751 году нанесло поражение китайской армии династии Тан на Памирском Нагорье, но не стало преследовать врага на территории самого Китая, граница ислама установилась вдоль Кавказских гор и по реке Окс, Амударья, после крупного поражения арабов от Хазар в Азербайджане. На всех фронтах Западной Европе, Центральной Азии, Анатолии и на Кавказе волна арабского завоевания в середине восьмого века наконец-то стихла. Арабское нашествие шло с перерывами. Иногда наступали периоды затишья в арабской неудержимости, когда разгорались междоусобные ссоры непосредственно перед учреждением омиядского халифата. В последние два десятилетия седьмого века шла ожесточенная борьба мусульман против мусульман. Но на протяжении долгого времени обстоятельства складывались в пользу арабов. Их основные великие враги в лице Византии и Персии находились под гнетом тяжких обязательств на других фронтах, и на протяжении многих веков они не могли разрешить непримиримое противоречие, возникшее между ними. После того, как Персия пошла ко дну, Византии все еще приходилось сражаться с врагами на западе и на севере, отмахиваясь от них одной рукой и сцепляясь в мертвой хватке с арабами другой. Нигде арабы не сталкивались с противником, сопоставимым по силе с Византийской империей, более близким, чем Китай. По этой причине они продолжали свои завоевания до предела географической досягаемости или привлекательности, и иногда их поражение показывало, что они перенапряглись в своих устремлениях, но даже когда встречали грозных соперников, арабы, тем не менее, располагали большим военным преимуществом. В их армии набирали воинов из числа тех, кто не мог добыть пропитание в аравийской пустыне и имел незавидную альтернативу. В армию их гнала перенаселенность родных земель. Огромным моральным стимулом для них служила вера в пророка, обещавшего им, что после смерти на поле битвы с неверными их душа отправляется прямо в рай со всеми положенными блаженствами. К тому же, они прокладывали себе путь к победе в землях, народы которых зачастую уже созрели для выражения недовольства своими правителями. В Египте, например, византийская религиозная ортодоксия вызвала к жизни раскольничьи и враждебные меньшинства населения, однако даже когда все факторы складывались вместе, достижения арабов все равно заслуживают восхищения. Фундаментальное объяснение их достижений должно лежать в движении великих масс мужчин, стремящихся к духовному идеалу. Арабы думали, что исполняют волю Божью и создают по ходу дела новое братство людей. Они сами себя заводили на подвиги, как это позже будут делать революционеры, а первое завоевание послужит лишь прелюдией к началу повести о роли ислама в нашем мире. По размаху и сложности роль ислама можно сравнить разве что с ролью иудаизма или христианства. В какой-то момент все выглядело так, будто для ислама нигде не существует никаких преград. Время опровергло такое предположение, но одна из великих традиций цивилизации состоит в том, что она создается за счет завоеваний и преобразований. В 661 году арабский губернатор Сирии Муавия I назначил себя халифом после успешного восстания и убийства, хотя они его руками, халифа Али, приходящегося кузенам и зятям пророку. Так закончился период анархии и раскола. Тем самым к тому же удалось заложить фундамент халифата омиядов. Узурпация власти Муавия I установил политическое господство над арабскими народами и аристократами племени курайшитов, то есть теми самыми людьми, которые выступили против Мухаммада в Мекке. Муавия I объявил своей столицей Дамаск, а позже провозгласил наследным принцем собственного сына. Через такое нововведение внедрялся принцип династической передачи престола. Восхождение к вершинам власти омиядов также послужило началом раскола внутри ислама, так как приверженцы одной из групп инакомыслящих мусульман, шиитов, настаивали на том, что право на толкование Корана принадлежит исключительно потомкам Мухаммада. Убитый халиф Али, говорили они, считался богом, назначенным имамом, облеченным правом на передачу своего поста потомкам, на него распространялась Божья защита от греха и ошибки. Высказыванием пророка и первых имамов под названием хадисы придали статус главных текстов шиитов наравне с Кораном. Со временем такому убеждению шиитов суждено было получить особую идейную роль в Персии, Месопотамии и Азербайджане, где теперь большинство населения придерживается верования тех же шиитов. Но внутри ислама как такового они часто относились к преследуемому меньшинству. Их первый предводитель по имени Хусейн, сын Али и дочери Мухаммада Фатимы, сложил голову в битве при Кербеле в 680 году и вошел в историю в качестве одного из мучеников в длинном списке шиитских героев. Сторонники омиядских халифов, названные суннитами, полагали, что богословская власть находилась в распоряжении мусульманской общины, а потом она перешла к халифату. Особую роль они отводили священному преданию с изложением примеров из жизни пророка под названием Сунна, служившему самым важным подспорьем к Корану. Одновременно с формированием регулярной армии и созданием системы ее финансирования через обложение податью неверных, свершился решительный отход от арабского мира, состоящего исключительно из племен. На изменении фасона исламской культуры сказался выбор места для столицы омиядов, а также личное предпочтение первого халифа. Сирия относится к средиземноморским государствам, а Дамаск находился на границе между возделанными землями плодородного полумесяца и бесплодными пространствами пустыни. Жизнь этого города подпитывалась из двух разных миров. Для обитавших в пустыне арабов земледельческие области плодородного полумесяца вызывали удивление. Прошлое Сирии долгое время было связано с эллинской культурой, поэтому и жена халифа, и его лекарь были христианами. В то время как варвары Европы приобщались к Риму, культура арабов принимала свои очертания на наследие Греции. Первый омияд смог быстро отбить восточные земли у раскольников, сопротивлявшихся новому режиму, и приводная сила шиитского движения ушла в подполье. Затем последовал великолепный век, пик которого пришелся на время правления шестого и седьмого халифов между шестьсот восемьдесят пятым и семьсот пятым годами. К сожалению, нам мало известно подробностей об организационно-правовой истории омиядов. Археологи время от времени проливают свет на общие тенденции и открывают некоторые сведения о воздействии арабов на своих соседей. Иностранцы в дневниках и арабские летописцы сообщают нам о важных событиях. Тем не менее, от ранней арабской истории фактически не сохранилось архивных материалов, кроме случайного документа, приведенного одним арабским автором, какого-либо бюрократического центра духовного правительства у исландской религии тоже не существовало. В исламе не нашлось места ничему даже отдаленно приближающемуся по масштабу, например, к хроникам папства, хотя аналогия между папами и халифами напрашивается вполне обоснованно. Вместо административных архивов, проливающих свет на преемственность, остались одни только разрозненные сборники, сохранившиеся почти случайно, такие как масса папирусов из Египта, специальные библиотеки документов общин национальных меньшинств, например, евреев, монеты и письмена. Очередные подробности содержатся в огромном массиве арабской печатной и рукописной литературы, но в настоящее время намного труднее с достаточной уверенностью сформулировать общее утверждение о правительстве халифатов, чем, скажем, о правлении в Византии. Кажется, тем не менее, что структуры халифатов на заре их становления, унаследованных от патриархальных халифов, отличались незатейливостью и либерализмом, возможно, даже чрезмерным либерализмом, что можно видеть по отступничеству омиядов. Они держались на завоеваниях ради Дании, а не ассимиляции. И результатом стала серия компромиссов с существовавшими тогда структурами. С административной и политической точки зрения, первые халифы пользовались приемами прежних правителей. Договоренности между византийцами и сасанидами продолжали действовать. До начала восьмого века греческий служил официальным языком правительства в Дамаске, персидский — в древней столице сасанида в городе Ктесифоне. В организационно-правовом отношении арабы оставили общества, которыми овладели в общем и целом нетронутыми, поменяв разве что налогообложение. Конечно же, речь идет не о том, что они продолжали жить точно так же, как прежде. В северо-западной Персии, например, вслед за покорением этой области арабами, началось затухание торговли и сокращение численности населения. Причем трудно не связать такие изменения с разрушением сложной водоотводной и оросительной системы, прекрасно функционировавшей во времена сасанидов. В прочих местах, захваченных арабами, посредствия их прихода представляются более умеренными. Вражды завоеванные народы не проявляли, так как они не подверглись принуждению к переходу в ислам. Наоборот, их представители пригласили занять достойное место в иерархии власти, во главе которой стояли арабы, приверженцы ислама. Ниже по статусу находились неофиты, мусульмане из числа вассальных народов, затем зимми, или так называемые люди договора, как назвали еврейских и христианских монотеистов. Ниже всех на общественной лестнице стояли последовательные язычники или сторонники религии, которую они скрывали. В самом начале арабы селились отдельно от местного населения и жили в специальных поселках, предназначенных для военной касты, оплачиваемой из налоговых поступлений, собираемых на местном уровне. Обитателям таких поселков запрещалось заниматься торговлей или владеть землей. Долго так продолжаться не могло. Подобная сегрегация, как и бедуинские традиции, принесенные из пустыни, подверглись разрушению той же гарнизонной жизнью. Постепенно арабы стали приобретать наделы земли и приступили к их возделыванию. В этой связи военизированные их лагеря трансформировались в новые пестрые по национальному составу города, такие как Эль-Куфа или Басра, служившие крупным перевалочным пунктом в торговле с Индией. Все больше арабов смешивалось с местными жителями через двусторонние отношения по мере того, как развивался процесс административной и языковой ассимиляции представителей местной элиты арабскими завоевателями. Халифы назначали все больше чиновников областей, и к середине восьмого века арабский язык практически повсеместно служил официальным языком управления государством. Вместе со стандартными чеканными монетами, с нанесенными арабскими надписями, административная реформа представляется главным свидетельством омиядского успеха в сооружении фундамента новой эклектичной цивилизации. Такого рода перемены стремительнее всего проходили в Ираке, где население одобрило их за то процветание, которое несло возрождение торговли в условиях становления арабского мира. Одним из источников их бед представляется навязывание им власти амиядскими халифами. Местные магнаты, особенно проживавшие в восточной половине империи, негодовали по поводу вмешательства в их независимую практическую деятельность, тогда как большая часть аристократии прежних византийских территорий переселилась в Константинополь, чего элита Персии сделать не могла. Ей некуда было уезжать, и она осталась на месте, недовольная своим подчиненным положением по отношению к арабам, которые оставили им часть принадлежавших им полномочий на местах. Все усугубилось тем, что последующие халифы амиядов проявили себя государственными деятелями весьма посредственными, лишенными уважения которого заслуженно удостоились великие мужи этой династии. В условиях цивилизации их потомки утратили твердость духа. Когда у них возникало желание как-то разнообразить жизнь в городах, которыми они управляли, халифы отправлялись в пустыню не ради того, чтобы вспомнить быт бедуинов, а чтобы насладиться условиями пребывания в своих новых городах и дворцах, которые возводились подальше и отличались роскошью, имели ванны с горячей водой и обширные охотничьи угодья, снабжались всем необходимым сорошаемых плантаций и садов. Там создавались все условия для недовольных жизнью халифов, среди которых чаще всего встречались шииты. Наряду с их изначальной политической и религиозной привлекательностью, они все больше вызывали социальные обиды среди неарабских, но вообращенных в ислам, особенно в Ираке. Сначала правящая верхушка режима омиядов обозначила четкую грань между мусульманами, порождению принадлежавшими арабским племенам и неофитами других народов. Численность мусульман второй категории стремительно увеличивалась. Арабы не слишком усердствовали на поприще обращения в свою веру других народов и поначалу иногда даже пытались удерживать их от обращения в свою веру, однако привлекательность вероучения завоевателей усиливалась тем фактом, что приверженность этому вероучению могла помочь избавиться от внесения податей. Вокруг арабских гарнизонов происходила энергичная исламизация неарабского населения, которое росло в связи с необходимостью удовлетворения потребностей такого рода поселений. Ислам, к тому же, завоевывал души местной правящей верхушки, обеспечивавшей повседневное поддержание порядка и материального производства. Многие из этих неарабов, обращенных в ислам, или, как их называли, мавали, в конечном счете тоже получили право на военную службу. При всем этом они все больше чувствовали на себе отчуждение со стороны истинных арабов, которые не собирались приглашать их в свое высшее общество. Строгие нравы и правоверие шиитов, в равной степени отчуждаемые их от того же общества по политическим и религиозным причинам, представляли великую привлекательность шиитской веры. Обострение бед на Востоке материализовалось в крахе власти омейядов. В 749 году в мечети города Эль-Куфа в Ираке состоялось публичное провозглашение нового халифа Абу Аль-Аббаса Ас-Сафаха. Это было началом конца омейядов. Сам претендент, числившийся потомком дяди пророка, заявил о своем намерении заняться восстановлением халифата на путях правоверия. Он пришелся по душе подавляющему большинству оппозиции, включая шиитов. Его полное имя звучало многообещающе. Оно означало «кровавый мясник». В 750 году он разгромил войско и казнил последнего омейядского халифа. В честь мужчин побежденного дома устроили званный обед. Всех гостей перебили перед подачей первого блюда, которое потом отведали их хозяева. Когда со столов убрали остатки пира, начались без малого два века, на протяжении которых арабским миром управлял халифат аббасидов, наибольшая слава которого выпала на долю первого их халифа. Поддержка аббасидов, оказанная им в восточных арабских доминионах, получила отражение в переносе столицы халифата на территорию Ирака в город Багдад, до тех пор представлявшей собой христианское поселение на берегу Тигра. Такой перенос в столице ознаменовался многочисленными переменами. Ослабла роль эллинистов. Авторитет Византии внешне казался не таким бесспорным, каким был раньше, новый вес придавался персидскому влиянию, которому предназначалась большая важность одновременно с политической и культурной точки зрения. Отмечается также некоторое изменение в правящем привилегированном сословии, и оно представляется достаточно важным, чтобы кое-кто из историков решился придать ему статус социальной революции. С этого времени они считаются арабами исключительно в смысле того, что говорят по-арабски. Их больше не относят к аравийцам. В пределах матрицы, служащие основой в виде единой религии и общего языка, элиты, управлявшие империей аббасидов, вышли из многочисленных народов буквально со всего Ближнего Востока. Практически все они исповедовали ислам, но часто все-таки принадлежали к новообращенным народам или числились детьми семей новообращенных. Космополитизм Багдада отразился в новой культурной среде этого города. Огромный город, сопоставимый по размеру с Константинополем, насчитывавший, возможно, полмиллиона жителей, выглядел полной противоположностью по образу жизни тому, что принесли из пустыни с собой первые арабские завоеватели. На Ближнем Востоке снова появилась Великая Империя, включавшая в себя весь этот регион. Причем никакого разрыва с прошлым в идеологическом плане не случилось, так как, испытав на коротке прочие возможности, халифы аббасидов вернулись к сунитскому правоверию своих предшественников. В скором времени по этой причине возникло разочарование и раздражение у шиитов, которые помогли им прийти к власти. Аббасиды отличались большой жестокостью, и они не собирались рисковать своими обретенными достижениями. Они без долгих раздумий и безжалостно справились с оппозицией и обуздали бывших союзников, проявлявших колебания. Основным принципом существования империи все больше становилась преданность династии, а не братство ислама, что означало возврат к древней персидской традиции. Многое, тем не менее, было сделано для превращения религии в одну из опор династии, и аббасиды жестоко преследовали сектантов. Механизм правления приобрел более изысканный вид. В этом плане главное событие связано с внедрением должности визиря, монополизированной одной семьей до тех пор, пока великий халиф Гарун Аль-Рашид не стер эту семью с лица земли. Вся эта структура стала несколько забюрократизированной. Земельные поборы приносили большие доходы в казну, позволявшие оплачивать роскошь великолепной монархии. Зато сохранялись бросающиеся в глаза провинциальные отличия. Должности губернаторов стали все чаще передавать по наследству, и из-за этого центральной власти пришлось с ними считаться. Губернаторы прибирали к рукам все больше полномочий на значении налогов и распоряжении поступлений от них. Нам сложно себе представить, какой в действительности была власть халифата, так как в его ведении находился слабо скрепленный набор провинций, фактическая зависимость которых от центра определялась конкретными обстоятельствами текущего момента. Однако сомневаться в богатстве и процветании аббасидов на вершине их власти не приходится. Их благополучие опиралось не только на огромные ресурсы рабочей силы и просторные области, на которых во времена принесенного арабами покоя совсем без бед развивалось земледелие, но также и на благоприятные условия, созданные аббасидами для торговли. Широкий ассортимент товаров обращался внутри огромных просторов, и такого громадного объема торговли не существовало никогда раньше, причем значительно ориентированного на восток. Аббасиды явно тяготели к востоку, чего не наблюдалось у их предшественников. Сын пророка Гаруна Аль-Мамун даже на некоторое время перевел свою столицу в Мерф, на территории Центральной Азии. С переносом акцента на восток удалось возродить торговлю в городах, расположенных вдоль караванных путей, пересекавших арабские земли с востока на запад. В богатстве Багдада времен халифа Гаруна Ар-Рашида получило отображение процветания, которое пришло вместе с теми караванами. Пик расцвета исламской цивилизации на арабских землях приходится на времена правления аббасидов. Как это не парадоксально, одной причиной послужило удаление политического центра этой цивилизации из Аравии и Леванта. В условиях ислама проросла политическая организация, которая, скрепив воедино огромную область, скормила культуру, ставшую по существу синтетическим продуктом, полученным от изначального смешения представлений эллинов, христиан, евреев, зороастрийцев и индусов. Носители арабской культуры при аббасидах пользовались прямым доступом к персидской традиции, а также появилось общение с новым народом в Индии, который обогатил их живительной энергией и невиданными творческими элементами. Одним из проявлений цивилизации аббасидов считается великий период перевода всех документов на арабский язык, то есть новый язык межэтнического общения на Ближнем Востоке. Христианские и еврейские ученые предоставили арабским читателям труды Платона и Аристотеля, Евклида и Голена, тем самым внедрив категории греческого мышления в арабскую культуру. Терпимость ислама к питающим его притокам обеспечила для этого принципиальную возможность с момента покорения арабами Сирии и Египта, и как раз на заре правления аббасидов осуществлялись переводы самых важных трудов древних мыслителей. Говорить об этом можно с большой долей уверенности. Сказать, что все это значило, конечно же, составляет известную сложность, так как при том, что труды Платона на арабский могли перевести, зато Платона позднего периода эллинской культуры пришлось передавать переводов, выполненных христианскими монахами и учеными сассанидов. Культура, подвергшаяся влиянию этих источников, была в основном культурой письменной. Творцы арабского ислама создали красивое здание, прекрасные ковры и изящную керамику, но его великая среда находилась в сфере устной и письменной культуры. Даже крупные арабские научные труды зачастую представлены пространными сборниками прозы. Накопленная масса такой литературы выглядит огромной, и большая ее часть просто остается непрочитанной учеными. Перспектива в этом плане выглядит весьма многообещающей. Отсутствие архивного материала, относящегося к заре ислама, уравновешивается громадным массивом литературы всех жанров и видов, кроме драмы. Глубина проникновения литературы в исламское общество остается сферой непознанной. Хотя ясно, что образованные люди должны были уметь сочинять вирши, а также с позиций ценителя наслаждаться представлениями певцов и сказителей. Широкое распространение получили разнообразные школы. Обитатели исламского мира были народом, скорее всего, очень грамотным, по сравнению, например, с жителями средневековой Европы. Высшее образование, ближе примыкающее к религиозному, поскольку его учредили при мечетях или специальных школах религиозных наставников, оценить труднее. Намного значительнее поэтому был потенциально раскольнический и стимулирующий эффект идей, заимствованных из других культур. Насколько ниже уровня ведущих исламских мыслителей и теологов представлялись эти идеи, сказать сложно, но теоретически, начиная с восьмого века в культуре ислама, проклюнулось весьма много семян сомнений и самокритики. Судя по ведущим деятелям, арабская культура достигла высот на Востоке к IX и X векам. В Испании в XI и XII столетиях, при всей внушительности арабской истории и географии, величайшие достижения арабов лежали в плоскости научных исследований и математики. Мы до сих пор пользуемся арабскими цифрами, позволяющими производить письменные вычисления с намного большей простотой, чем это позволяли римские цифры. Их изобрел один арабский арифметик, хотя появились они сначала в Индии, которая служила еще одним крупным источником знаний для арабов помимо Греции. Такая передаточная функция арабской культуры всегда представляла важность и оставалась характерной ее чертой, но то, что она считается единственной в своем роде, тоже забывать не стоит. Имя величайшего из исламских астрономов Аль-Хорезми – Алгозизми – указывает на его персидское происхождение – его семья происходила с территории нынешнего Узбекистана из Хорезма. Так же, как в современных ему исследованиях другого перса по имени Аль-Фазари, в его трудах отображается манера слияния различных потоков знаний в арабской культуре. Их математические и астрономические таблицы – Аль-Хорезми к тому же написал книгу, которую назвал «Аль-Джабр» – «Алгебра», как бы там ни было, причисленные к достижениям арабской научной мысли стали результатом синтеза, условия для которого сформировались в Арабской империи. Огромное значение для христианского мира представлял перевод книг с арабского языка на латынь. К концу XII века большая часть трудов Аристотеля появилась в переводе на латинский язык. Многие его работы дошли до нас в переводе с арабского языка. Восхищение арабскими писателями и добрая слава среди христианских ученых послужили показателем признания их заслуг. Работы одного из величайших арабских философов Аль-Кинди больше сохранились на латыни, чем на арабском языке. А в это время Данте сделал большой комплимент Ибн Сине, в Европе его называют Авиценной, и Ибн Рушаду, Авероесу, тем, что изобразил их в неопределенности вместе с курдским мусульманским героем эпохи крестовых походов с Аллахом Аддином, Саладином, когда наделял великих людей судьбой после их смерти в своей бессмертной поэтической божественной комедии. И только этих единственных мужчин христианской эпохи Данте наделил такой судьбой. Персидские лекари-практики, доминировавшие в сфере арабских медицинских исследований, создали труды на протяжении столетий, остававшиеся стандартными учебниками для подготовки врачей на Западе. В европейских языках до сих пор используются арабские слова, указывающие на особое значение арабских исследований в определенных областях науки. Среди них зеро, цифирь, альманах, алгебра и алхимия, сохранившийся технический вокабуляр коммерции, тариф, дуан, таможня, журнал, тоже служат напоминанием превосходства арабских торговых приемов. Арабские купцы учили христиан, как вести счета. Один английский король чеканил свои золотые монеты по подобию мусульманских динаров. Просто поразительным представляется то, что этот культурный обмен шел практически полностью в одном направлении. Похоже, ни один труд не переводился на арабский язык в период Средневековья. Хотя в то время арабские ученые интересовались культурным наследием Греции, Персии и Индии. Один лишь обрывок бумаги с нанесенными на него несколькими германскими словами с переводом на арабский язык из 800-летней Исламской Испании является доказательством существования хоть какого интереса к западным языкам за пределами Аравийского полуострова. Арабы считали цивилизацию холодных земель Севера плачевной и примитивной, и спорить с ними по этому поводу не приходится. Зато Византия произвела на них весьма благоприятное впечатление. Арабская традиция в изобразительном искусстве, основанная при омейядах, процветала и при авасидах, но в более скромных пределах по сравнению с исламской наукой, догматами ислама запрещалось изображать человеческие фигуры и лица. Нельзя сказать, что такое положение строго притворялось в жизнь, но из-за него долгое время подавлялось появление натуралистической живописи или скульптуры. Разумеется, для архитекторов никаких ограничений не существовало. Их искусство развелось в очень широких пределах стиля, черты которого появились в конце VII века. Оно всем обязано прошлым цивилизациям и представляется уникальным явлением ислама. Впечатление, произведенное на арабов христианским строительством в Сирии, послужило для них своеобразным катализатором. С него они брали пример, но стремились превзойти христиан ради своих единоверцев. Арабские архитекторы считали, что мусульмане заслуживают храмов более надежных и красивых, чем церкви христиан. Более того, отличительный архитектурный стиль должен был наглядно служить разграничительной линией в немусульманском мире, окружавшем первых арабских завоевателей Египта и Сирии. Арабы заимствовали римские приемы и эллинские представления о формировании внутреннего пространства, но то, что при этом получалось, должно было свидетельствовать о принадлежности к исламу. Древнейшим архитектурным памятником ислама считается мечеть Кубат-Ас-Сахра, купол скалы, построенная в Иерусалиме в 691 году. Стилистически она является яркой достопримечательностью в истории архитектуры, первым исламским строением, снабженным куполом. Представляется, что его соорудили как памятник в честь победы над еврейской и христианской верой, но, в отличие от конгрессионализма, истских приходских мечетей, огромное здание, которых еще предстояло возвести в следующее три столетия, купол скалы, служил алтарем для прославления и презрения одного из самых священных мест евреев и мусульман без проведения различия. Прихожане полагали, что на вершине холма, который этот купол покрывал, Авраам предложил в жертву своего сына Исаака, а Мухаммад с него вознесся на небеса. Вскоре вслед за куполом скалы наступила очередь о Миядской мечети в Дамаске, считающейся величайшей из классических мечетей новой традиции. Как весьма часто бывало в этом новом арабском мире, в ней нашло воплощение многое, пришедшее из прошлого. Раньше на ее месте стояла христианская базилика, которая пришла на смену храму Юпитера, а саму мечеть украсили византийской мозаикой. Ее новизна состояла в том, что в ней воплотился проект архитекторов, вдохновленных узором вероисповедания, переданного прихожанам пророком в его доме в Медине. Центром композиции проекта теперь служил михраб. Или ниша в стене мечети, который указывал направление на Мекку. Искусство керамики и скульптуры продолжало процветать точно так же, как литература и архитектура. К тому же арабские ремесленники использовали сюжеты, заимствованные из традиций народов со всей территории Ближнего Востока и Азии. Гончары стремились достигнуть изящества и совершенства китайского фарфора, который поступал к ним из-под небесной по великому шелковому пути. Зрелищные виды искусства пользовались значительно меньшей популярностью и внешне подверглись слабому влиянию прочих культурных традиций, будь то средиземноморская или индийская, никакого арабского театра не существовало, хотя талант рассказчика, поэта, певца и танцора пользовался заслуженным уважением. Достижения арабского музыкального искусства увековечены в европейских языках через названия лютни, гитары и ребека. Также заслужили внимание величайшее совершение деятелей арабской культуры, хотя для западного восприятия они оказались не такими понятными, как шедевры архитектуры и изобразительного искусства. Многие величайшие творцы исламской цивилизации создавали литературные произведения и преподавали, когда ее политическая структура уже переживала распад и даже заметно приближалась к краху. В известной степени причиной тому служило плавное замещение арабов внутри элиты исламского халифата, но аббасиды, в свою очередь, утратили власть над собственной империей, сначала над периферийными провинциями, а затем и самим Ираком. В качестве интернациональной силы они достигли максимального влияния рано. В 782 году арабская армия в последний раз появилась под стенами Константинополя. Попасть так далеко со своей армией они больше не смогли никогда. Карл Великой мог с большим убожением относиться к Гаруну Аль-Рашиду, но в те времена всякий мог заметить первые признаки очевидно непреодолимой тенденции к дроблению его империи. В 756 году аммиядский принц в Испании, отказавшийся смириться с судьбой его рода, провозгласил себя эмиром или губернатором провинции Кордова. Его примеру последовали правители Марокко и Туниса. Между тем народы Аль-Андалуса приобрели своего собственного халифа только в X веке. До тех пор их правителями оставались эмиры. Но задолго до этого исламская Испания фактически пользовалась полной самостоятельностью. Независимость не означала гарантию того, что все беды обходили аммиядскую Испанию стороной. Войны ислама не смогли покорить этот полуостров целиком, и франки к X веку вернули себе его северо-восточную территорию. К тому времени на Северной Иберии существовали христианские королевства, и их правители постоянно подогревали разногласия внутри арабской Испании, где предельно терпимая политика по отношению к христианам не помогла исключить опасность восстания. Все-таки Аль-Андалуз, охватывавший территорию не всей Иберии, процветал как центр мусульманского мира. Оммияды создали свою морскую державу и вынашивали планы имперской экспансии не на север, то есть за счет территорий христиан, а вглубь Африки через покорение мусульманских государств. Они по ходу дела даже вели переговоры относительно образования союза с Византией. Только в XI и XII веках, когда халифат Кордовы пребывал в состоянии упадка, исламская цивилизация Испании достигла величайшей красоты и зрелости в свой золотой век созидания, не уступавший созидательному порыву творцов в Багдаде при Аббасидах. После этого золотого века остались великие памятники, а также наследие великой научной школы и философии. Среди 700 мечетей провинции Кордова X века числится одна, которую до сих пор можно рассматривать как самое красивое строение в мире. Мескита, или Кордовская соборная мечеть, мусульманская Испания имела огромное значение для Европы. Она служила воротами в храм познания и науки арабов, а также воротами, сквозь которые, к тому же, проходили массы полезных товаров. Через мусульманскую Испанию христианский мир получал знания о земледелии и мелиорации, апельсины с лимонами и сахар. Что же касается самой Испании, арабский след отпечатался на ней очень глубоко, как отмечали многие шкалеры в более поздние времена в христианской Испании, и его можно все еще наблюдать в испанском языке, манерах и искусстве. Еще один важный раскол внутри арабского мира произошел, когда фатимиды из Туниса, провинция Ифрикия в 973 году, назначили собственного халифа и объявили своей столицей Каир. Фатимиды исповедовали шиизм и правили Египтом до нового арабского вторжения, уничтожившего их власть в XII веке. Менее заметные примеры раскола можно обнаружить повсюду в доминионах аббасидов, где местные губернаторы начали провозглашать себя эмирами и султанами. Политическая поддержка халифов сокращалась все стремительнее, и они утратили способность повернуть сложившуюся тенденцию вспять. Гражданские войны между сыновьями Гаруна привели к утрате ими опоры в среде религиозных наставников и благочестивой паствы. Бюрократическое разложение и казнократство послужило отчуждению подвластного населения, а внедрение системы откупа от налогов, как способа обхода всех возникших недугов, только создавало новые примеры притеснения. В армию все больше набирали иноземных наемников и рабов. Даже к смерти преемника Гаруна она уже была фактически тюркской. Таким образом, внутрь структуры калифатов проникли иноземцы точно так же, как это сделали западные варвары в пределах Римской империи. Шло время, и они приобрели притварианский вид, все больше усиливая свое влияние на халифов. Все это время народную оппозицию использовали шииты и представители остальных мистических сект. Между тем, прежнее экономическое процветание уходило в прошлое. Правление аббасидов фактически закончилось в 946 году, когда персидский полководец и его люди свергли халифа и поставили на его место своего человека. Теоретически, династия аббасидов сохранялась у власти, но фактически произошло революционное изменение. С тех пор в Персии правила новая династия буидов, бувахидов. Арабский ислам раскололся. Единству Ближнего Востока снова пришел конец. Не осталось ни одной империи, способной противостоять нескольким столетиям вторжений внешних врагов, хотя последнего аббасида монголы убили только в 1258 году. Перед этим еще одно возрождение исламского единства случилось в ответ на крестовые походы, но великие дни исламской империи ушли в историю. Специфическая природа ислама обусловила то, что духовная власть не могла долго существовать в отрыве от политического господства. Поэтому халифату было предназначено в конечном счете перейти к туркам-османам, когда они стали творцами ближневосточной истории. Они должны будут отодвинуть границу ислама еще дальше от дома и опять же вглубь Европы. Но достижения их арабских предшественников выглядели устрашающе огромными для их окончательного краха. Они разрушили одновременно и старый римский Ближний Восток, и Персию Сассанидов, загнав Византию в Анатолию. Арабы, к тому же, насадили неискоренимый ислам на территории от Марокко до Афганистана. Его приход во многих отношениях выглядел революционным событием. В соответствии с его догмами, женщине, например, предназначалось зависимое положение, как это было прежде, но даровались законные права собственности, недоступные женщинам во многих европейских странах вплоть до девятнадцатого века. Даже рабам давались определенные права, а внутри общины единоверцев отсутствовали какие-либо касты или наследственный статус. Эта революция коренилась в религии, которая, как вера евреев, находилась в гармонии с остальными сторонами жизни, охватывая их все. В исламе не существует слов для обозначения различия между священным и светским, духовным и временным, которые носители христианской традиции считают само собой разумеющимся. Религия – это общество для мусульман, и единство, которое она обеспечивает, пережило века политического раскола. Она представляет собой единство одновременно закона и определенного отношения. Ислам – это религия не чудес, хотя некоторые из них подразумеваются, а обряда и интеллектуальной веры. Помимо того, что ислам оказал на христианский мир великое политическое, вещественное и интеллектуальное воздействие, это вероучение получило распространение далеко за пределами мира арабской гегемонии, в Центральной Евразии в IX веке, в Индии между VIII и XI веками, а также в XI веке за пределами Судана и до Нигера. Между XII и XIV веками новые территории Африки становятся мусульманскими. Ислам остается сегодня вероисповеданием, наиболее стремительно завоевывающим этот континент. В Китай ислам проник в VIII веке и стал там важной религией благодаря обращению в ислам монголов в XIII веке. В XV и XVI веках он, преодолев Индийский океан, попал в области обитания малайских племен. С собой его несли миссионеры, переселенцы и купцы, но прежде всего, арабы двигались ли они с караванами в Африку или вели свои дау, одномачтовые арабские каботажные суда из Персидского залива и Красного моря в Бенгальский залив, а в XVI и XVII веках даже случится последнее вторжение носителей исламской веры в Юго-Восточную Европу. Здесь следует обратить внимание на замечательное достижение носителей представлений, в распоряжении которых с самого начала не находилось никаких ресурсов, кроме горстки семитских племен. Но, несмотря на все великие достижения прошлого, ни одно арабское государство больше так и не смогло снова обеспечить единство ислама после X века. Даже арабскому единству предназначалось остаться всего лишь мечтой, хотя мечта эта лелеется до сих пор. Глава 3. Византия и сфера ее господства В 1453 году, или спустя 900 лет после кончины Юстиниана I, Константинополь пал перед полчищами язычников. Никогда не случалось раньше и никогда больше не случится событие ужаснее, отметил один греческий летописец. На самом деле он стал свидетелем события великого исторического звучания. Никто в Европе не был к нему готов, оно потрясло весь христианский мир. Это событие коснулось не просто государство. Наступил конец самому Риму. Наконец-то пришло избавление от цивилизации, унаследованной от классического Средиземноморья. Если кто-то видел в этом такую же глубокую перспективу, как записные энтузиасты, которые обнаружили в нем возмездие за разрушение греками Трои, то на самом деле речь шла о прекращении существования традиции, насчитывавшей две тысячи лет. И если абстрагироваться от языческого мира эллинской культуры и древней Греции, тогда тысяча лет христианской империи в самой Византии производило достаточное впечатление, чтобы видеть в ее кончине нечто глобальное по масштабу, подобное сдвигу земной коры. Самый удивительный факт, характеризующий Византийскую или Восточную Римскую империю, состоит в том, что она существовала на протяжении еще тысячи лет после падения Рима на Западе. Кое-кто из историков ошибочно видел в этом периоде тысячелетие вырождения, когда более просвещенный из этих деятелей осмелился язвительно заметить о том, что провести тысячу лет в состоянии постоянной деградации — совсем даже неплохое занятие. И он был прав. Даже в последние годы существования византийская репутация и старинные обычаи удивляли странников, ощущавших через них авторитет имперского прошлого. До самого конца ее императоры оставались августами, а граждане называли себя римлянами. На протяжении столетий собор Святой Софии считался величайшим из христианских храмов. Православная вера, хранимая в этой святыне, нуждалась во все меньших уступках религиозному плюрализму, так как до тех пор доставлявшие тревоги провинции захватили мусульмане. Даже постфактум легко разглядеть неизбежность ослабления и краха Восточной империи, но жившие в то время люди ничего подобного не замечали. Они сознательно или подсознательно знали, что их империя располагает великим потенциалом развития. Именно за счет великой консервативной ловкости и изобретательности, сохранившихся после многочисленных крайностей и архаичного стиля, присущего ей практически до самого конца, в империи не замечались важные перемены. Как бы там ни было, но за тысячу лет и на Востоке, и на Западе отмечались большие потрясения, исторические процессы боролись внутри Византии, принижались одни элементы в ее наследии, выпячивались другие, уходили в небытие третьи, поэтому империя в конце существования в значительной степени отличалась от империи Юстиниана, сохраняя при этом общие свои нестираемые черты, четкая разделительная линия между античностью и Византией отсутствует. Еще до императора Константина центр тяжести империи начал смещаться в восточном направлении, и когда его город превратился в столицу мировой империи, ее наследник уже выдвигал претензии на Рим. Учреждение поста императоров с особой четкостью показало степень сочетания эволюции и консерватизма. До 800 года никто не пытался оспорить теории о том, что император являлся светским правителем всего человечества, когда в том году одного западного правителя в Риме провозгласили императором, уникальность императорского пурпурного цвета Византии оказалась под сомнением, что бы там ни думали и ни говорили на Востоке о статусе нового режима. Но в Византии продолжали лелеять иллюзию Вселенской империи. До самого конца этой империи будут править императоры, и их престол будет внушать благоговейный страх своим величием. По-прежнему теоретически избираемые сенатом, армией и народом, эти императоры, тем не менее, располагали абсолютной властью, при том, что реалии восшествия на престол могли определять фактическую полноту власти того или иного императора, и иногда династическое наследование прерывало силу этих реалий, и его самовластью мог бы позавидовать любой западный император. Уважение к правовому принципу и к групповым интересам бюрократии могло обуздавать свободу действий императора по собственному усмотрению, но его воля в теории всегда оставалась на первом месте. Главы важнейших государственных ведомств подчинялись исключительно императору и никому больше. Такого рода верховной властью объясняется то, что меры византийской политики сосредоточились на императорском дворе, где эта власть формулировалась. Политику тогда проводили отнюдь не через корпоративные и представительные учреждения, которые медленно формировались в некоторых уголках Европы для оказания посильного влияния на власть. У самодержавия, как всегда, проявлялась присущая ему не совсем приятная сторона, так называемые «куриоси» или информаторы-охранки, пронизавшие все поры империи, имели свое собственное предназначение. Но природа императорского престола подразумевались к тому же обязательства для самого императора. Венчанный на престол патриархом Константинополя император обличался огромной властью, но к тому же на него возлагались и не меньшее обязательство наместника Бога на земле. Линия раздела между светским и духовным всегда расплывалась на востоке, где не существовало ничего похожего на западную оппозицию церкви-государству, подпитывавшуюся недовольством ничем не ограниченной властью. Однако в византийском представлении о положении вещей предусматривалось требования к вице-регенту Бога, которому предписывалось поступать соответствующим образом, демонстрируя филантропию или любовь к человечеству. Предназначение самодержавной власти заключалось в предохранении человечества и каналов, по которым оно получало живительную влагу, правоверие и свою церковь. Соответственно, на заре христианства произошла канонизация практически всех императоров, причем точно так же, как обожествляли императоров-язычников. Вокруг престола нагромождались и прочие, не относящиеся к христианству традиции, предложенные подданными. Византийским императорам полагалось отвешивать ритуальные поклоны, принятые в соответствии с восточной традицией, а на их портретах, изображенных на мозаичных панно, голову императора всегда окружает нимб, с которым изображались последние дохристианские императоры, поскольку он означал поклонение Богу Солнца. На портретах некоторых из правителей династии сосанидов такой нимб тоже присутствует. Как бы там ни было, таким нимбом в первую очередь обозначалось то, что власть императора дарована ему как христианскому правителю. Таким образом, в самом имперском престоле получило воплощение большая часть христианского наследия Византии. То наследие к тому же принципиально отделяло Восточную империю от Западной Европы на многих уровнях. В первую очередь в ней присутствовали духовные особенности того, что стали называть православной церковью. Ислам, например, иногда рассматривался восточным духовенством скорее не в качестве языческой религии, а в качестве ереси. Прочие различия заключаются в православном представлении отношения духовенства к обществу. Соединение духовного со светским играло важную роль на многих уровнях общества, подчинявшихся престолу. Одним из символов этого служит сохранение семейного духовенства. Православный священник, при всей его предполагаемой святости, никогда не оставался холостяком, в отличие от его западного католического коллеги. Тем самым предлагается огромная роль православной церкви как скрепляющей общество духовной силы, остающейся таковой до наших дней. Самое главное заключается в том, что выше папства никакой священнической власти у человечества пока так и не появилось. Вся земная власть сосредоточивалась на личности императора, чей престол и долг перед Богом венчал расставленных по справедливости ранжира епископов. Понятно, что по мере упорядочения общества православие не избежало гонений, которым подверглась вся церковь средневековой Европы. Трудные времена всегда толковались как доказательство неспособности императора исполнять свой христианский долг. При этом под раздачу попадали уже знакомые нам козлы отпущения в лице евреев, еретиков и содомитов. Отличие Западной Европы того времени от центральной в известной степени определялось политической историей, постепенным ослаблением связей между ними после раскола Римской империи, а также изначальным отличием модели построения. С самого начала католические и православные традиции находились на расходящихся курсах, даже если первоначально это расхождение выглядело совсем незначительным. На заре становления латинское христианство казалось вероисповеданием несколько отчужденным в силу уступок носителям сирийского и египетского чина, на которое грекам пришлось пойти. И все-таки при всех этих уступках удавалось сохранить внутри христианского мира некоторый полицентризм, когда еще три великих патриаршества Востока и Иерусалим, Антиохия и Александрия оказались в руках арабов, поляризация Рима и Константинополя проявилась с новой силой. Христианский мир постепенно утрачивал свое двуязычие. Началось противопоставление латинского запада греческому востоку. Латынь наконец-то перестала служить официальным языком византийской армии и судопроизводства, то есть в двух сферах жизни общества, где она дольше всего сопротивлялась греческому языку как раз в начале VII века. То, что византийская бюрократия заговорила на греческом языке, представляла большую важность. Когда пастори Восточной Церкви потерпели неудачу среди мусульман, они открыли новую область для миссионерской деятельности и надежно закрепились среди язычников на севере Европы. В конечном счете народы Юго-Восточной Европы и России обязаны своим обращением христианства Константинополю. В результате, среди многих других вещей, славянские народы переняли от своих наставников не только письменный язык на основе греческого алфавита, но и многие из самых фундаментальных их политических представлений. А так как Западная и Центральная Европа были католическими, отношения со славянским миром иногда складывались враждебные. И поэтому славянские народы стали смотреть на западную половину христианского мира с недоверием. Все это еще предстоит в далеком будущем и уводит нас от темы, актуальной на текущий момент. Выраженную индивидуальность восточной христианской традиции можно проиллюстрировать самыми разными примерами. Монашество на Востоке, например, осталось ближе к своим изначальным затворническим формам, и роль святого человека здесь всегда ценилась выше, чем в римской церкви, где больше внимания уделяли иерархическому построению. Греки, к тому же, казались менее сговорчивыми, чем латины. Эллинская судьба древней церкви всегда благоволила тем, кто обращал внимание на досужие бредни, а иерархи восточных церквей терпимо относились к господствовавшим на Востоке тенденциям. Они не запрещали новизну, приносимую многочисленными традиционными влияниями, и все равно предотвратить принятие догматических решений во время религиозных ссор не получалось. Некоторые из причин этих ссор теперь кажутся пустяковыми или даже бессмысленными. Светский век, каким является наш собственный, причины даже величайших споров неминуемо оказываются непосильными для осмысления просто потому, что нам не хватает ощущения познаваемого мира, лежащего за этими причинами. Требуется определенное усилие для возвращения к мысли о том, что в основу всех изящных определений и софистики богословов положен интерес потрясающей важности, то есть понятия того, что должно спасти человечество от проклятия. Следующее препятствие к пониманию причин появляется из-за теологических различий. В восточном христианстве часто возникали символы и спорные формулировки вопросов, касающихся политики и общества, отношений национальных и культурных групп к власти. Все это напоминало буквоедство представителей светского богословия по поводу отражения политических и экономических различий в подходах коммунистов XX века. В этих вопросах выключалось больше смысла, чем кажется на первый взгляд, и практически все они коснулись всемирной истории точно так же сильно, как движение армий или даже переселение народов. Медленное расхождение двух главных христианских традиций имеет огромное значение. Оно ни в каком смысле не могло произойти в результате богословского раскола. Но из-за этих богословских споров расходящиеся традиции удалились друг от друга еще значительнее. При этом вызрели обстоятельства, все больше затрудняющие перспективы альтернативного хода событий. Наглядным примером может послужить один только эпизод – спор по поводу монофизитства или догмы, расколовшей христианских богословов приблизительно с середины V века. Значение данной теологической проблемы в наш богоборческий век на первый взгляд выглядит весьма неясным. Она возникла из утверждения о том, что природа Христа во время его пребывания на земле была единой. Она являла собой полностью божественное создание, а не двойственное, то есть одновременно божественное и человеческое, как проповедовали богословы на заре христианской церкви. Изысканные тонкости долгих споров, которые это представление вызвало, придется, причем с большим сожалению, здесь обойти стороной. Достаточно будет отметить существование важного, не относящегося к богословию повода для большого шума, поднятого автортодакетами, корруптиколистами и теопашетистами, назовем для наглядности несколько соперничавших школ. Одним из элементов происходившего было медленное оформление трех монофизитских церквей, верующих в единую природу Христа, отдельных от восточного православия и римского католицизма. Они превратились в коптскую церковь Египта и Эфиопии, а также сирийскую, якобитскую и армянскую церкви. Они стали в некотором смысле национальными церквями в своих странах. Тогда предпринимались усилия по примирению таких групп и укреплению единства империи перед лицом сначала персидской, а затем арабской угрозы. В результате в теологический спор вступили сами императоры. Можно сказать, что дело пошло еще дальше особой ответственности престола, сначала обусловленной тем, что Константин занял кресло председателя Никейского собора христианской церкви. Император Ираклий в начале VII века приложил все усилия, чтобы составить компромиссную формулу для примирения участников спора вокруг монофизитства. Она приняла вид нового теологического определения, в скором времени названного монофизитством, и на нем какое-то время казалось возможным достигнуть соглашения, хотя в конечном счете его подвергли осуждению как монофизитство под новым названием. Между тем, из-за этой проблемы Восток и Запад в своем обособлении на практике разошлись еще дальше, хотя, как ни странно, окончательным богословским результатом, стало соглашение в 681 году на том, что монофизитство послужило причиной сорокалетнего раскола между латинами и греками еще в конце V века. Тот раскол удалось ликвидировать, но потом уже при Ираклии пришла новая беда. Властям империи пришлось оставить руководство Италии и справляться с трудностями своими собственными средствами, когда возникла угроза нападения арабов, но и Папа Римский и император теперь пытались создать видимость того, что они действуют совместно. Этим в известной мере объясняется одобрение Папы Римским монофилитство, относительно которого Ираклий спросил его мнение только для того, чтобы успокоить патриарха Иерусалима, обуреваемого дурными теологическими предчувствиями. Папа Римской Гонории, пришедший на смену Григорию Великому, поддержал Ираклия в его попытке добиться компромисса и тем самым так сильно разгневал противников монофизитов, что почти полвека спустя удостоился чести, необычной среди Пап Римских быть осужденным на Вселенском Соборе, на котором единодушно выступили представители и Восточной, и Западной Церкви. Византийское наследие включало не только имперский дух и христианство. Оно к тому же имело долги перед Азией. Дело касалось не просто прямых контактов с враждебными цивилизациями, обозначенных прибытием китайских товаров по Великому Шелковому пути, но также и сложного культурного наследия Эллинского Востока. Естественно, что византийцы сохранили предубеждение, в котором понятие «варвары» смешалось с народами, не владевшими греческим языком, многие интеллектуальные лидеры которых чувствовали свою причастность к традиции Эллады. Причем Элладу, о которой они говорили, давно отрезали от остального мира. Оставались только каналы связи через Эллинский Восток. Если взглянуть на эту культурную область, трудно с большой уверенностью сказать, насколько глубоко греческие корни ушли там в почву и насколько азиатские источники напитали их. Греческий язык в Малой Азии, например, использовался по большому счету немногими городскими жителями. Еще один сигнал приходит со стороны имперской бюрократии и авторитетных родовых объединений, даривших истории все больше азиатских имен по мере того, как шли столетия. Азия могла рассчитывать на большее после утраты территории, которую империи пришлось уступить в V и VI веках, поскольку империя все больше сокращалась и представляла собой полосу континентальной Европы вокруг столицы. Арабы обрубили эту полосу до размеров Малой Азии, ограниченной на севере Кавказом и на юге Торосскими горами. По краям этой территории тоже проходила граница, через которую постоянно просачивалась мусульманская культура. Народ, живший в этой границе, естественно обитал в своего рода мире проходного двора, но иногда появляются признаки более глубокого внешнего воздействия, чем влияние Византии. У самого крупного из всех византийских богословских споров по поводу иконоборчества существовали параллели внутри ислама, причем практически в то же время. Самые характерные особенности сложного наследия Византии просматриваются в VII и VIII веках. Самовластная традиция правительства, римский миф, опека восточного христианства и практическая замкнутость на восток. К тому времени начало появляться средневековое государство, получившее свои очертания при Юстиниане. Беда в том, что об этих столетиях нам известно совсем немного. Кто-то сетует на то, что достойной истории Византии той эпохи написать нельзя из-за скудности источников и скупости археологических находок, относящихся к ней. Однако на начало данного беспокойного периода истории ресурсов Византийской империи вполне хватало. В ее распоряжении находился огромный запас дипломатических и бюрократических навыков, традиция военного строительства и завидный авторитет. При пропорциональном сокращении обязательств по предоставлению средств, ее потенциальные налоговые ресурсы выглядели внушительными, как и резервы рабочей силы. Пополнение для армии шло из Малой Азии, и тем самым для Восточной империи отпадала потребность в привлечении на свою сторону германских варваров, без которых не могли обойтись на Западе. Там владели знаменитым приемом ведения войны. Речь идет о так называемом греческом огне, как оружии, покрытом большой тайной, которое широко применялось для уничтожения боевых кораблей противника, пытавшегося посягнуть на столицу империи. Даже положение Константинополя играло военную роль. Его мощные городские стены, возведенные в V веке, затрудняли штурм столицы со стороны суши без мощных осадных установок, которых у потенциального противника быть не могло. Высадка на побережье со стороны моря воспрещалась византийским флотам. Зато большую опасность для спокойствия империи представлял ее общественный базис. Сложным делом всегда считалось сохранение мелкоземельного крестьянства и обуздание влиятельных провинциальных землевладельцев, зарящихся на их наделы. Судебные власти далеко не всегда вставали на защиту попранных интересов человека скромного достатка. К тому же постоянно нарастал экономический прессинг на него из-за последовательного расширения церковных владений. С такими факторами было совсем нелегко справляться, пользуясь имперской практикой предоставления земельных участков мелким хозяйственникам на том условии, что они займутся снабжением военного ведомства. Ведь данная проблема достигала масштабов только на сокращение которых потребовались бы столетия. Императорам седьмого и восьмого веков вполне хватало с ней головной боли. Им досталась слишком большая территория. В шестисотом году империя все еще включала североафриканское побережье, Египет, Левант, Сирию, Малую Азию, далекое побережье Черного моря за пределами Трапезунда, Крымское побережье и территорию от Византии до устья Дуная. В Европе перечислим Фессалию, Македонию и Адриатическое побережье, пояс территории поперек Центральной Италии, анклавы в Большом Пальце и пятке сапога Пенинского полуострова и, наконец, острова Сицилию, Корсику и Сардинию. С учетом потенциальных врагов империи и местоположения ее ресурсов, настоящему стратегу приходилось крепко поломать голову. История империи в продолжении двух следующих веков отличалась постоянными возвращениями накатывающих волн захватчиков. Тело империи терзали иранцы, авары, арабы, булгары и славяне, в то время как на западе территории возвращенные полководцами Истиняна практически сразу снова отобрали арабы и лангобарды. В конечном счете правители Западной Европы тоже проявили себя как настоящие хищники. Тот факт, что Восточная империя в течение многих веков приняла на себя большую часть невзгод предназначавшихся Европе, ее не спасет. Результат всего этого состоял в том, что Восточной империи пришлось вести нескончаемые войны. В Европе эти войны велись на территории, простиравшейся до самых стен Константинополя. В Азии шли изнурительные стычки за обладание спорными приграничными областями Малой Азии. Такой сложный вызов выпал государству, в котором уже в начале VII века контроль над водчиной выглядел поверхностным, а его авторитет по большей части зависел от не совсем ясного влияния дипломатии, крестьянства и военного превосходства. Его отношения с соседями можно рассматривать с нескольких точек зрения. То, что позже выглядело как шантаж, к которому прибегали все императоры от Юстиниана до Василия II, ради запугивания варваров, в римской традиции считалось даром предназначавшимся подвассальным союзникам и федератам. Внутреннее разнообразие народов и религий империи маскировалось официальной идеологией. Ее эллинизация часто выглядела неглубокой. Действительность вышла на поверхность в той готовности, с которой многие сирийские христиане приветствовали приход арабов. Точно так же, как позже многие жители Анатолии будут приветствовать приход тюрков, религиозные гонения стали приживаться и входить в норму жизни. Более того, Византия уже не представлялась великой державой по численности войск среди ее союзников. В беспокойные VII и VIII века самой главной дружественной державой считался Хазарский Каганат, представлявший собой огромное по площади, но аморфное государство, основанное тюркскими кочевниками, которые к 600 году доминировали над остальными народами долин Дона и Волги. Их власть распространялась на Кавказ, служивший стратегическим сухопутным мостом, которым хазары отгораживались от персов и арабов на протяжении двух веков. В момент максимального его расширения хазарское государство простиралось на территории вокруг Черноморского побережья до Днестра, а потом на север, включая верховье Волги и Дон. Византийцы приложили большие усилия, чтобы поддерживать добрососедские отношения с хазарами и, как кажется, попробовали, но безуспешно обратить их в христианство. Случившееся можно назвать настоящим чудом, но хазарские вожди, терпимо относившиеся к христианству и нескольким его веросповеданиям, судя по всему, около 740 года приняли иудаизм. Причиной могло послужить переселение к ним на территорию евреев из Персии, случившееся после завоевательных походов арабов, и, вероятно, дело тут еще в сознательном шаге дипломатии. Как евреев их вряд ли могли втянуть одновременно в духовную и политическую орбиту христианской империи или в орбиту халифов. Они же пользовались благами дипломатических отношений и торговли с обеими сторонами. Первым великим героем византийской борьбы за выживание считается Ираклий, который стремился уравновесить угрозы в Европе с помощью союзов и уступок так, чтобы можно было вести энергичную кампанию против персов. При всех его очевидных успехах персы к тому времени успели нанести империи значительный ущерб в Леванте и Малой Азии перед тем, как он их прогнал. Персы, как полагают некоторые ученые, выступали в роли настоящих разрушителей эллинского мира больших городов. Археология таинственным образом все еще молчит, но после победы Ираклия находятся знаки того, что когда-то великие города лежали в развалинах, что от некоторых из них остались практически одни только акрополи, служившие их ядром, и что их население резко сократилось. Именно тогда, наподвергшуюся жестоким потрясениям структуру, обрушили свой натиск, который продлился два столетия, полчища арабов. Еще до кончины Ираклия в 641 году фактически все его военные достижения пошли прахом. Некоторые императоры его династии вошли в историю как правители вполне достойные, но им не дано было пойти дальше, чем оказывать упорное сопротивление ударам судьбы, обрушившимся на них сплошным потоком. В 643 году перед нашествием арабов пала Александрия. Ее сдача означала окончание греческого правления в Египте. За несколько лет византийцы утратили Северную Африку и Кипр. Армения, как старое поле битвы, ушла в следующем десятилетии, а высшая точка достижений арабов пришлась на продолжавшееся пять лет наступление на Константинополь в 673-678 годы. Можно предположить, что от флота арабов столицу Византии удалось спасти с помощью так называемого греческого огня. Перед этим, несмотря на личное посещение императором Италии, не удалось достичь никакого прогресса в деле возвращения итальянских и сицилийских земель, отнятых арабами и лангобардами, и так продолжалось все столетие, причем в последние его четверти появилась новая угроза в лице славян, вторгшихся в пределы Македонии и Фракии, а также еще такой этнической группы, которая вошла в историю под названием Булгары, которые сами однажды подверглись ославяниванию, переправившись через Дунай. Седьмой век закончился мятежом в армии и сменой прежнего императора новым. По всем признакам получалось так, что восточной империи предназначалась судьба ее западного соседа, то есть императорский престол становился заслуженной наградой для полководцев. Сменявшие друг друга никчемные или некомпетентные императоры в начале восьмого века позволили булгарам подойти к воротам Константинополя, и в конечном счете в 717 году арабы предприняли вторую осаду столицы Византии. Но эта осада послужила поворотным пунктом, хотя арабы на Босфоре появлялись еще много раз. В 717 году на престол уже взошел один из величайших византийских императоров — Анатолиец, Лев Третий и Савр. Раньше он служил провинциальным чиновником и успешно отражал набеги арабов на его территорию. Лев прибыл в столицу, чтобы ее оборонять и принудить тогдашнего императора к отречению от престола. Затем последовало его собственное возвышение к пурпурной мантии, единодушно одобренное духовенством. Он основал Исаврийскую династию, получившую свое название по месту происхождения ее первого императора. Так поступил намек на путь, по которому элитам Восточной Римской империи предстояло постепенно преобразовываться в элиту империи Византийской, строившейся по типу Восточной монархии. В восьмом веке начинается период возрождения, проходившего не без определенных неудач. Сам Лев Третий Исавр, к удивлению подавляющего большинства его соотечественников, освободил Анатолию от арабов, а его сын вернул рубежи империи к границам Сирии, Месопотамии и Армении. С этого времени на границе с халифатом было гораздо больше стабильности, чем раньше, хотя каждый период проведения кампании приносил внезапные налеты на границы и вооруженные стычки. Начиная с этого достижения, в известной мере, конечно же, благодаря относительному снижению арабской мощи, открылся новый период прогресса и экспансии, продолжавшийся до начала XI века. На Западе мало что можно было сделать. Равенна опять перешла к врагу, и осталось только несколько плацдармов в Италии и на Сицилии. Зато на востоке снова произошло расширение империи с базы в Афракии и Малой Азии, которая служила ее центром. Вдоль окраины Балканского полуострова образовалась цепь ФЭМ, или военно-административных округов. Кроме них, у империи там еще на протяжении двух веков какие-либо точки опоры отсутствовали. В X веке Кипр, Крит и Антиохия вернулись в состав империи. Византийские войска в какой-то момент переправились через Ефрат, и борьба за Северную Сирию с Тавром продолжилась. Положение империи в Грузии и Армении укрепилось. В Восточной Европе византийцы наконец-то остановили продвижение булгар, которые достигли своей крайней точки в начале X века, когда те же булгары уже обратились в христианство. Василий II, который вошел в историю под прозвищем «Болгаро-бойца», спустя некоторое время разгромил их державу в Великом сражении 1014 года, после которого приказал ослепить 15 тысяч его пленников и отослать домой для устрашения их соотечественников. На булгарского правителя такой поступок произвел столь сильное впечатление, что он умер. Через несколько лет Болгария превратилась в византийскую провинцию, хотя до конца ее поглотить так и не получилось. Произошедшее вскоре после этого последнее завоевание Византии касалось Армении, принявшей ее правление. Вся история этих веков поэтому представляется единым процессом захвата и возвращения территорий. К тому же это были великие периоды византийской культуры. С политической точки зрения наблюдалась стабилизация во внутренних делах, выразившаяся в том, что в общем и целом соблюдался династический принцип престола наследия. Одной из самых выразительных фигур Исаврийской династии считается императрица Ирина, часто называемая Ириной Афинской, которая правила сначала в качестве регента и затем как самостоятельная императрица между 780 и 803 годами. Она была внушительной исторической фигурой, иногда называемой императором, который сокрушил религиозное инакомыслие и помог упорядочить сложные отношения между восточной и западной церквями. Говорят, что она даже сделала предложение о заключении брака с Карлом Великим ради объединения еще и политических сфер, но ее преемники оказались менее способными и до решения стоящих перед ними задач не дотягивали. Ужасный конец Исаврийской династии наступил в середине IX века, но в 867 году ее сменила Македонская династия, при которой Византии досталась вершина успеха. Когда к управлению этой империей приходили представители национальных меньшинств, внедрялся механизм управления одновременно двумя императорами, служивший целем сохранения династического принципа. Одним из основных источников раскола и затруднений для империи в начале этого периода оказалась, как это часто бывало прежде, религия. Раскол империи по религиозному принципу ослаблял государство и сдерживал его возрождение потому, что слишком часто к этому присоединялись политические и местные проблемы. Наглядным примером послужило расхождение во мнениях, вызвавшее озлобление, не стихавшее больше сотни лет и вылившееся в компанию иконоборцев. Изображение святых, при святой Девы Марии и самого Бога, превратилось в один из величайших способов проявления православным христианством своей преданности и передачи веры окружающим народам. В поздней античности такие изображения или иконы были известны и на Западе тоже. Но по сей день они занимают особое место в православных церквях, где выставляются, чтобы любой верующий человек созерцал их и прикладывался к ним. Они играли роль непростого украшения, поскольку их расположение передавало вероучение церкви и, как сказал один авторитет, прокладывали путь к месту встречи между небесами и землей. Образа стали знаменитыми произведениями искусства в восточных церквях к шестому веку. Затем следовали два столетия их признания, и во многих местах росло народное поклонение им, но затем появились сомнения в правомерности их использования. Любопытно то, что такие сомнения возникли сразу после того, как в халифате прошла кампания по развенчанию практики поклонения изображениям в исламе. Хотя никто не может достоверно утверждать, будто иконоборцы позаимствовали своего зрения у мусульман. Критики иконографии считали образы святых по сути идолами, служащими извращению поклонения предназначенного Богу, поклонением творениям человека. Они потребовали их уничтожения или вычернивания и принялись за это дело с большим рвением, орудуя белилами, щеткой и молотком. Лев Третий одобрил действия таких мужчин. До сих пор остается много загадочного в объяснении причин того, почему имперская власть встала на сторону иконоборцев, но Лев Исаврийский ориентировался на советы епископов, а вторжение арабских полчищ и извержение вулкана не оставляли сомнений в немилости Бога. В 730 году такой вывод послужил поводом для указа о запрете на проведение публичных молебнов перед образами. На ослушников посыпались гонения. Принуждение в Константинополе всегда выглядело гораздо нагляднее, чем в провинциях. Такое движение достигло своего максимального размаха при Константине V, и его ратифицировали на совете епископов в 754 году. Гонения приобретали все более жестокие формы, и вот появились мученики, прежде всего среди монахов, которые обычно защищали иконы с большим рвением, чем это делало белое духовенство. Но иконоборство всегда зависело от императорской поддержки. Разрушительный пыл в следующем веке сошел на нет. При Льве Четвертом и его вдове Ирине гонения почти прекратились, и так называемые иконофилы, поклонники икон, снова обрели твердую почву под ногами, хотя процесс сопровождался рецидивами гонений, только в 843 году, в первое воскресенье Великого Поста, то есть в день до сих пор отмечаемой как православный праздник Восточной Церкви, образа вернули на прежнее место. В чем заключался смысл этого странного эпизода? Можно привести его практическое обоснование тем, что обращение в их веру евреев и мусульман, говорят, затруднялось поклонением христиан святым образам. Но дело далеко не только в этом. Опять же, религиозный спор нельзя отделять от факторов, лежащих за пределами духовной жизни, а объяснение, предположим, следует искать в некотором чувстве религиозной замкнутости. Причем, если взять в расчет азарт, часто проступающий в теологическом противоречии Восточной Империи, тогда облегчается понимание того, как все эти споры достигли высокой степени накала. На кону стояло ощущение реформаторов того, что греки впали в идолопоклонство из-за их крайностей, появившихся в последнее время в почтении и к иконам, а в принесенных арабами бедствиях они увидели первые раскаты грома Божьего. Благочестивый царь, как тот, что правил в Израиле времен Ветхого Завета, мог бы спасти народ от наказания за такой грех через разрушение идолов. Иконоборство, к тому же, стало в известной мере сердитым ответом на тенденцию, долгое время служившую на руку местным властям и монахам, уделявшим заметное место иконам в своем учении. Наряду с благоразумным шагом в направлении умиротворения разгневанного Бога, представители движения иконоборцев взяли на себя труд по претворению в жизнь реакции централизованной власти, то есть императора и епископов, направленной на укрепление положения благочестия на местах, независимости городов и монастырей, а также поклонения национальным святым мужам. Иконоборство оскорбило многих прихожан Западной Церкви, но зато оно нагляднее всего остального показало, насколько далеко православие отошло от канона латинского христианства. Западная Церковь тоже двигалась в своем направлении, поскольку судьба латинской культуры теперь находилась в распоряжении германских народов, в духовном плане она дрейфовала прочь от церквей греческого востока. Само существование иконоборческого синода епископов служило прямым вызовом тогдашнему папству, которое уже подвергло осуждению сторонников льва третьего. Из Рима с большой тревогой следили за притязаниями императора на вмешательство в дела духовные. Тем самым иконоборство послужило углублению раскола между половинами христианского мира. Культурное разграничение распространилось на очень больших просторах, что неудивительно, когда на путь морем от Византии до Италии уходило два месяца, и в скором времени между двумя частями христианского мира на суше встал клин славянских народов. Связи между Востоком и Западом на официальном уровне совсем порвать не удалось. Но в ходе истории возникли новые поводы для раскола, особенно когда в 800 году папа Римский помазал на престол империи царя Франков, и это в качестве вызова на претензию Византии носить титул наследника Рима. Различия внутри западного мира правителей в Константинополе волновали совсем мало. Византийские чиновники узнали, что бросивший им вызов царь принадлежит к миру Франков, и после этого стали называть всех жителей Запада без разбора Франками. Использование этого названия распространилось на территории до самого Китая. Правители двух этих государств не смогли наладить взаимодействие в борьбе с арабами, зато преуспели в оскорблении друг друга с обоюдным использованием уязвимых мест. Коронация Франка на Римский престол могла сама по себе служить неким ответом на тот факт, что титул императора в Константинополе присвоила Ирина, оказавшаяся энергичным правителем, да к тому же женщиной. Конечно, хоть какая-то связь между двумя христианскими мирами должна была сохраниться. Один германский император X века выбрал себе византийскую невесту, а германское искусство того времени во многом находилось под влиянием византийских художников с их сюжетами и творческими приемами. Как раз культурные различия этих двух миров послужили основой плодотворности таких контактов, а с течением веков их отличие становилось все более ощутимым. Древние аристократические кланы Византии постепенно сменялись новыми из анатолийской и армянской ветвей. Прежде всего, следует обратить внимание на единственную в своем роде роскошь и сложность жизни самого императорского города, где религиозные и светские миры внешне полностью переплелись. Календарь христианского года полностью совпадал с придворным календарем. Вместе они задавали ритм огромного театрального зрелища через обряды одновременно церкви и государства, демонстрируя народу величественность его империи. В Византии существовало своеобразное светское искусство, но это искусство, постоянно стоявшее перед глазами людей, выглядело подавляюще религиозным. Даже в худшие времена оно обладало неприходящим жизнеутверждением через выражение величия и вездесущности Бога, в качестве вице-регента которого выступал император. Ритуалом поддерживался строгий этикет двора, о котором тогда распространялась слава источника всех зол в виде интриг и заговоров. Публичное представление даже о христианском императоре могло напоминать представление о божестве таинственного культа, театрально появляющемся вслед за тем, как подымается несколько занавесов. Такой выглядела вершина изумительной цивилизации, которая на протяжении, быть может, половины тысячелетия служила половине мира образцом того, какой должна быть настоящая империя. Когда в X веке в Византию прибыла миссия русичей язычников, перед которыми стояла задача по изучению византийского варианта христианского вероисповедования, точно так же, как они знакомились с остальными религиями, ее участники смогли только сообщить о том, что увиденное имя Ваея Софии, соборе Святой Софии при мудрости Божией, оставило неизгладимое впечатление. «Здесь Бог живет среди людей», — сказали они. Что же происходило в основании самой империи, сказать сложно. Можно привести верные признаки того, что в VII и VIII веках численность населения резко сократилась. Это можно связать одновременно с нарушениями привычного хода вещей, из-за войны и с чумой. В то же самое время заметно сокращение строительства новых зданий в провинциальных городах и уменьшение объема обращения монет. По всем этим признакам можно предположить ослабление экономики, а также активизацию вмешательства в нее со стороны государства. Императорские чиновники рассчитывали удовлетворить насущные потребности государства через введение прямых налогов на товарную продукцию, образование специальных ведомств по снабжению жителей городов продовольствием, а также организацию ремесленников и купцов в формальное объединение типа гильдий и корпораций. Только за одним имперским городом сохранялась его экономическая роль, и им была сама столица, где зрелище Византии разыгралось во всей его красе. Торговля в империи в целом всегда оставалась весьма оживленной, и вплоть до XII века сохранялась еще выгодная транзитная торговля предметами роскоши из Азии, предназначавшимися для Европы и Ближнего Востока. Одно только состояние такой торговли гарантировало Византии ведущую коммерческую роль и стимулировало ремесленные предприятия, поставлявшие прочие предметы роскоши соседям империи. Наконец, на протяжении всего этого периода находятся доказательства продолжающегося укрепления власти и увеличения богатства тех же крупных землевладельцев. Крестьян все надежнее привязывали к их земельным владениям, а в более поздние годы империи можно было наблюдать нечто похожее на появление важных местных хозяйственных единиц, основанных на крупных землевладениях. Такая система хозяйствования смогла обеспечить одновременно и великолепие византийской цивилизации, и военные усилия по ее возрождению при императорах IX века. Два столетия спустя, однако, неблагоприятное стечение обстоятельств снова привело к обременению империи слишком высокими налогами, после чего началась затяжная эпоха упадка. Все началось с нового наплыва внутренних и личных бед. Многочисленные, приходившие на короткий срок к власти императоры и императрицы, недостойные своего положения, ослабили контроль из центра. Представители двух основных соперничавших группировок внутри византийского правящего класса совсем отбились от рук. Партия аристократов при дворе, корни которых тянулись в провинции, схлестнулась в борьбе с постоянными чиновниками, представлявшими высшую бюрократию. Отчасти в этой борьбе нашло отражение противостояния военных с интеллектуальной элитой. К несчастью, результатом стало то, что государственные служащие лишили армию и флот необходимых фондов, в которых они нуждались, поэтому военные оказались неспособными к принятию действенных мер при появлении новых проблем. На одном краю империи эти проблемы возникли из-за последних переселенцев-варваров из Западной Европы, норманов-христиан, продвигающихся в Южную Италию и на Сицилию, в Малой Азии. Они появились в результате турецкого натиска. Уже в XI веке внутри территории империи образовался турецкий султанат Ром, то есть его название Ром означало Рим, где власть аббасидов ускользнула в руки местных вождей. После сокрушительного поражения, нанесенного турками-сельджуками в сражении при Манцикерте в 1071 году, империя фактически лишилась Малой Азии. Эта утрата стала тяжелым ударом по налогово-бюджетным и трудовым ресурсам Византии. Халифаты, с которыми императоры научились жить в мире, уступали путь новым врагам куда свирепее прежних. Внутри империи на протяжении XI и XII веков случилась череда болгарских восстаний. К тому же в той провинции широко распространилась мощнейшая из раскольнических движений средневекового православия, вошедшая в историю под названием Богомильская ересь. Она представляла собой народное движение, основанное на ненависти к греческому высшему духовенству и их византийским путям богословия. Императоры новой династии Комнинов снова объединили империю и сумели удержать узду на протяжении еще одного столетия — 1081-1185 годы. Они выдворили норманов из Греции и отбили нашествие новой тюркской кочевой конфедерации из Южной Руси, то есть печенегов, но не смогли покорить Булгар или вернуть Малую Азию. Правда, ради этого пришлось пойти на крупные уступки. Некоторые уступки предназначались их собственным магнатам, остальные — союзникам, которые потом, в свою очередь, будут представлять опасность. Одному из них в лице Венецианской республики, когда-то числившейся союзником Византии, достались особенно крупные уступки, так как весь смысл существования этой республики состоял в возвышении над Восточным Средиземноморьем. Она была основным выгодополучателем от торговли Европы с Азией, и с самого начала ее власти добивались особого привилегированного положения. В обмен на помощь в борьбе с норманами в XI веке венецианцам предоставили право на свободную торговлю на всей территории империи. С ними полагалось обращаться как с подданными императора, а не как с иностранцами. Самость Венеции и ее достижения, к тому же, строились на конфигурации собственного общества и государства. Созданная беженцами с материка на архипелаге небольших островов в лагуне Адриатического моря, постепенно соединенных мостами и каналами, Венеция с самого начала считалась воинственной республикой с ревностным отношением к форме ее правления и к собственным торговым интересам. Ее правитель, называемый Дожем, избирался пожизненно из представителей прославленных семей, состояние которых нажито исключительно за счет торговли, символ веры венецианцев и генуэзцев, обитавших в похожей республике позже появившейся на западном побережье Италии, заключался в их праве торговать беспрепятственно где угодно, по собственному усмотрению, и они построили могучий флот, чтобы проводить в жизнь этот принцип. Постепенно венецианские передовые заставы появились на Далматинском побережье, спускающемся к греческим островам. Венецианские колонии превратились Корфу, Крит и Кипр, с которых можно было дальше расширять торговлю, прежде всего с Ближним Востоком и дальше вглубь Азии, венецианская морская мощь стремительно нарастала, и по мере развала византийского флота господство на море переходило к Венеции. В 1123 году венецианцы потопили египетский флот, и после этого прежний сюзерен им был нипочем. Одна война велась в Византии, но Венеция добилась большего успеха за счет поддержки этой империи в борьбе с норманами и крестовых походов. Вслед за этими успехами пошли коммерческие концессии и территориальное приобретение, причем концессии ценились выше. Венеция, можно сказать, строилась на закате Византийской империи, которая была хозяйственным устроителем, служившим интересом наращивания огромного потенциала для адриатического паразита. В середине XII века, как говорили в Константинополе, проживало десять тысяч венецианцев. Настолько важную роль их торговля играла там, к XIII веку, Киклады, многие остальные острова Эгейского моря и большая часть Черноморских побережий также принадлежали им. Сотни общин предстояло добавить к уже имевшимся и подвергнуть о венечиванию, так сказать, за следующие три века. Так появилась первая со времен древних Афин торговая и морская империя. Появление венецианской угрозы с сохранением еще и прежних опасностей должно было беспокоить византийских императоров, а к тому же новые беды тязавшие государства изнутри. В XII веке мятежи превратились в более распространенное явление, чем это было раньше. Они представляли вдвое большую опасность, так как европейцы именно тогда предприняли наступление на Ближний Восток в рамках сложного движения, получившего известность как «Крестовый поход». Представители различных воззрений на крестовые походы не должны задерживать нас в этом месте. Из Византии эти нашествия с территории Западной Европы все больше выглядели как новое вторжение варваров. В XII веке они оставили позади себя четыре участвующих в крестовом походе государства в бывшем византийском Леванте, как напоминание о том, что теперь на поле боя Ближнего Востока появился еще один соперник. Когда в конце XII века произошло сплочение мусульманских войск под управлением Саладина Курда, а также случилось возрождение болгарской независимости, великие дни Византии казались сочтенными. Смертельный удар последовал в 1204 году, когда в конце концов пал Константинополь, и победители его разграбили. И сделали это христиане, а не язычники, так часто угрожавшие ему. Армию христиан, направившуюся было на восток, чтобы сразиться с неверными в четвертом крестовом походе, направили против империи те же венецианцы. Крестоносцы разграбили этот город и подвергли его жители всяческим бесчинствам. Это случилось, когда бронзовых лошадей ипподрома стащили с постамента и водрузили перед собором святого Марка в Венеции, где они простояли до начала 1980-х годов, а потом посадили блудницу на место патриарха в храме Святой Софии. Восточный и западный христианский мир просто нельзя было разделить более жестоким образом. Взятию Константинополя в 1204 году осужденному Папой Римским предстояло сохраниться в памяти православных людей как большой позор. Франки, так звали их греки, слишком откровенно игнорировали Византий как достижение их цивилизации, а также отказывали ему в принадлежности к христианскому миру, поскольку раскол сохранялся уже на протяжении полутора веков. При том, что им придется оставить Константинополь, а в 1261 году императора восстановят на его престоле, франков так и не удастся навсегда прогнать с территории древней Византии до прихода новых завоевателей в лице турок-османов. Между тем дух из Византии вышел вон, хотя империи на окончательное умирание оставалось еще два века. Непосредственным выгодоприобретателем стали венецианцы и генуэсцы, в пользу истории которых теперь аннексировались богатство и торговый транзит Византии, между тем наследие Византии или львиная его доля, уже сохранились для будущего, хотя, возможно, не в том виде, какому восточный римлянин почувствовал бы большое доверие или гордость за него. Это наследие заключалось в укоренении православной христианской веры среди славянских народов. Тут всем грозили огромные последствия, многие из которых мы все еще не пережили до конца. Государство Русичей и остальные современные славянские страны не присоединились бы к Европе и не считались бы ее частью, если бы их не обратили в христианство, снабженное особенным византийским штемпелем на первом месте. Многое в этом вопросе до сих пор остается не совсем ясным, а то, что известно о славянах в их дохристианские времена, вызывает еще больше споров. Хотя территория расселения нынешних славянских народов сложилась примерно в то же время, как территория Западной Европы, с точки зрения географии все перепуталось. Европой славян покрывается зона, где из-за вторжения кочевых племен и близости Азии границы государств все еще оставались очень подвижными, когда на Западе давно уже сложилось общество, пришедшее на смену римскому укладу. Большая часть суши в центре и на юге-востоке Европы представлена высокогорьем. Там расстеление этнических групп обусловливалась долина Мерек. Практически всю территорию нынешней Польши и Европейской России, однако, занимает просторная равнина. На протяжении долгого времени эту равнину покрывали леса, но в них нельзя было отыскать подходящего естественного жилища или непреодолимых препятствий для перехода к оседлой жизни. На таких громадных пространствах веками шли споры по поводу права на свою долю, к концу рассматриваемого нами процесса или в начале второго тысячелетия, в Восточной Европе появились многочисленные славянские народы, каждому из которых предназначено свое собственное будущее. Сложившаяся тогда независимость их судеб сохраняется по сей день. Тем временем появилась собственная славянская цивилизация, хотя не все славяне полностью ей принадлежали, и в конце народы Польши и современных республик Чехии и Словакии теснее привязались к культуре центральной, а не восточной Европы. Государственные структуры славянского мира то появлялись, то исчезали, но две из них, сложившиеся у польского и русского народа, оказались достаточно прочными, чтобы сохраниться в упорядоченном виде. Для их сохранения потребовались огромные усилия, ведь славянский мир время от времени, особенно в XIII и XX веках, находился под мощным нажимом врагов из Запада и с Востока. Еще одной причиной того, что славянам удалось отстоять собственную очевидную всем идентичность, следует назвать агрессивность западных правителей-неудачников. Судьба славян прослеживается как минимум к 700 году до н.э., когда просматриваются вещественные свидетельства того, что их этническая группа обосновалась на территории от Восточных Карпат до Крыма. На протяжении тысячи с лишним лет они медленно осваивали новые для себя территории к Западу и Северу, то есть заселяли современную Российскую Федерацию. С V по VII века н.э. славяне, представлявшие одновременно западную и восточную группы племен, продвигались в южном направлении на Балканы. Подобно экспансии тюркских народов, переселение славян шло практически полностью под влиянием политики аварского каганата, которому они подчинялись. Властитель аваров, народа из Центральной Евразии, правивший широкой полосой земли, пересекавший долины Дона, Днепра и Днестра, собиравший дань от южных рубежей Руси до самого Дуная, одновременно направлял и подталкивал славян на Запад. На протяжении всей их истории славяне демонстрировали невиданную стойкость и волю к жизни, подвергавшаяся опустошительным набегам на Руси со стороны скифов и готов, а в Польше аваров и гуннов славяне все равно не покинули своих земель, зато со временем прирастили к ним новые территории. На Западе славян считают убежденными земледельцами, привязанными к родной земле всей душой. По древнейшим образцам славянского искусства напрашивается вывод о хорошем вкусе его ремесленников, перенимавших лучшие сюжеты и приемы представителей культуры других народов, и они всегда превосходили своих западных учителей. Важно отметить в этой связи, что в VII веке между ними и динамичной державой ислама стоял барьер из двух народов – Хазар и Булгар. Эти мощные народы тоже помогли направить постепенное переселение славян на Балканы и дальше на побережье Эгейского моря. Позже им пришлось подняться по побережью Адриатического моря и дойти до Муравии и Центральной Европы, Хорватии, Словении и Сербии. К X веку народы-носители славянского наречия и культуры должны были по численности доминировать на всех Балканах, даже при том, что результаты современных исследований на основе ДНК указывают в пользу того, что с ранними славянами генетически связаны разве что небольшие группы сервов или македонцев. В этом процессе первым славянским государством стало Болгарское царство, хотя болгары по своему происхождению относились не к славянам, а к тюркам. Часть этого народа подверглась постепенной славянизации через смешанные браки и контакты со славянами. Речь идет о западных булгарах, обосновавшихся на Дунае в VII веке. Болгары выступали в союзе со славянскими народами, предпринявшими несколько крупных набегов на Византию. В 559 году они преодолели оборонительное сооружение Константинополя и расположились лагерем в его пригороде. Как и их союзники, тогда они были еще язычниками. Византийцы использовали различия, существовавшие между булгарскими племенами, и вождя одного из них крестили в Константинополе, причем император Ираклий выступил в качестве его крестного отца. Он использовал Византийский альянс, чтобы прогнать аваров с территории, на которой суждено было появиться Болгарии. Постепенно булгарский род подвергся мощному развавлению славянской кровью и влиянием. Когда болгарское государство все-таки появляется в конце того века, его народ уже можно с полным основанием считать славянским. В 716 году император Византии признал его независимость. Теперь народное тело существовало на территории, долго считавшейся однозначно принадлежащей данной империи. Хотя заранее были заключены все необходимые союзы, болгарское царство выглядело бельмом на глазу Византии, мешавшим видеть перспективы попыток восстановления территории на Западе. В начале IX века болгары в сражении убили императора и изготовили из его черепа чашу для своего царя. С 378 года в военных кампаниях против варваров не погибал ни один император. Поворотным пунктом, но еще не концом конфликта, послужило обращение болгар в христианство. После краткого периода, во время которого новый болгарский принц лицемерно заигрывал с Римом, и существовала возможность вывода его из игры против Константинополя, он в 865 году принял крещение. В народе далеко не все одобрили такой поступок, но с того времени Болгария считается христианской страной. На какие бы дипломатические выгоды византийские государственные деятели не надеялись в связи с этим, проблемы с Болгарией для них на этом не закончились. Как бы то ни было, они прошли некий ориентир, сделали важный шаг на большом пути по приобщению к христианской вере славянских народов. К тому же они увидели, как все должно происходить, то есть сверху вниз, и начинать следует с обращения в христианство и правителей. На кону находилась великая ставка в виде сущности будущей славянской цивилизации. Два великих имени определяли начало ее формирования. Они принадлежали святым братьям Кириллу и Мефодию, священникам, родившихся в Солониках в IX веке. До сих пор этих братьев высоко чтут прихожане православной общины. Кирилл раньше побывал с миссией в Хазарии, и свою работу им предстояло организовать в общем контексте идеологической дипломатии Византии. Православные миссионеры должны были выдавать себя за византийских дипломатических посланников, и эти церковники старались всячески скрывать свое отличие от дипломатов. Но на самом деле они занимались далеко не только обращением в христианство опасного соседа. Имя Кирилла, увековечено в названии алфавита из букв Кириллицы, которую он изобрел. Этот алфавит стремительно распространился среди славянских народов, в скором времени достигнув России. С его помощью появилась возможность не только для изучения христианства, но и выкристаллизовалась славянская культура. Она отличалась восприимчивостью к созидательному влиянию культуры других народов, так как Византия была не единственным соседом славян, но самое глубокое влияние на культуру данной империи, в конечном счете, оказало как раз восточное православие. С точки зрения византийцев, более важное обращение еще должно было последовать, хотя продолжится оно не дольше века. В 860 году экспедиционные войска на двухстах кораблях совершили набег на Византии. Граждане его пребывали в ужасе. В трепете они прислушивались в соборе Святой Софии к молитвам патриарха. «Некий народ пришел вниз с севера. Этот народ жесток и не знает малейшего милосердия. Его речь напоминает рев моря, жестокое и дикое племя, разрушает все подряд, ничего не жалея». Это мог быть голос западного монаха, молящего о божественной защите от зловеще длинных кораблей викингов. И понятное дело, ведь именно викингами в сущности были эти налетчики, но византийцы их звали русами или росами. А этот набег знаменует первые пробы военной мощи Руси. Пока еще едва ли за ней стояло что-либо, что можно было назвать государством. Русь все еще находилась в стадии становления. По своему происхождению она представляла собой сплав племен, основной вклад в который сделали славяне. Восточные славяне на протяжении веков заселяли в основном верховья долин рек, впадавших в Черное море. Там они занимались примитивным подсечно-огневым земледелием. После истощения плодородия почвы за два или три года славяне шли дальше на подходящий целинный участок. К восьмому веку славян уже стало достаточно много, чтобы наблюдать признаки относительно плотного населения, а на холмах под Киевом возникло нечто похожее на городскую жизнь. Эти земледельцы жили племенами, хозяйственные и общественные отношения внутри которых просматриваются смутно. Но именно таким манером закладывалось основание под будущую Русь. Нам неизвестно, кто были коренные правители на Руси, но они могли жить в защищенных частоколом станах, которые были первыми городами, и собирать подать жителей окружающих сельских поселений. Древние славянские племена попали под влияние скандинавов, которые стали ими править или продавали в качестве рабов южным народам. Эти скандинавы занимались одновременно торговлей, пиратством и колонизацией просто потому, что им хватало плодородных земель. Они принесли с собой необходимые торговые приемы, богатые навыки мореходов и вождение галер-викингов, грозную боевую мощь, но, видимо, женщин с ними пришло совсем немного. По примеру своих кузенов-викингов в заливе Хамбер, в устье Сены, они воспользовались реками русичей, которые намного протяженнее и полноводнее, чтобы проникнуть вглубь страны, считая ее своей добычей. Некоторые из скандинавов пересекли Русь насквозь. К 846 году мы слышим о неких варягах, как их назвали в Багдаде. Одна из их многочисленных вылазок в Черном море пришлась на Константинополь, куда они прибыли в 860 году. Этим новым правителям славян приходилось состязаться с хазарами, нападавшими с востока. Возможно, сначала они утвердились в Киеве, тогда считавшемся одним из хазарских данников, но русская традиционная история начинается с их учреждения в Новгороде, автором сказания о подвигах скандинавских героев, названном Хольмгардом. Здесь, читаем в летописи, князь по имени Рюрик со своими братьями, утвердил власть около 860 года. К концу того же века еще один князь викингов взял Киев и переместил столицу нового государства в этот город. Появление новой державы вызвало в Византии испуг и одновременно заставило власти шевелиться. Характерно, что их ответ на новую дипломатическую проблему выражался в идеологических формулировках. Внешне наблюдалась попытка обратить некоторых русичей в христианство, и один их правитель вроде бы согласился на это. Но варяги так и остались северными язычниками. Их богами был Тор и Один, а в это время их подданные славяне, с кем они все более смешивались, молились своим собственным богам, возможно, самого древнего индоевропейского происхождения. В любом случае со временем возникла тенденция слияния этих языческих богов. В скором времени стычки славян с византийцами возобновились. Князь Олег, Хельг, Ольг в начале X века снова осадил Константинополь, а в это время его флот находился в другом месте. Согласно легенде, он приказал вытянуть его корабли на сушу и поставить их на колеса, чтобы обойти сланга, перекрытый цепью вход в бухту Золотой Рог. Как бы там ни было на самом деле, но в 911 году у князя Олега получилось заключить весьма выгодное для себя соглашение с Византией. Он добился от Константинополя исключительно благоприятных торговых привилегий и дал ясно понять, какую огромную важность представляет торговля в судьбе нового княжества. Через полвека или около того, после кончины легендарного Рюрика, Русь уже была реальностью. Она представляла собой своего рода речную федерацию с центром в Киеве, соединившую Балтийское и Черное моря. Она оставалась языческой, но когда пришли цивилизация и христианство, это случилось в силу беспрепятственного доступа к Византии по воде молодого княжества, которое в 945 году начали называть Русью. Его единство все еще представлялось очень слабым. Ничем не скрепленная структура государства еще больше ослабла с принятием викингами славянского принципа дробления наследства между сыновьями. Княжны русов, как правило, выходили замуж за правителей соседних центров власти княжества, главными из которых считались Киев и Новгород. Тем не менее, семья правителя Киева стала самой главной. На протяжении первой половины X века происходило медленное созревание отношений между Византией и Киевской Русью. Ниже уровня отведенного политики и торговли происходила фундаментальная переориентация, так как Киев ославил свои связи со Скандинавией и все больше смотрел на юг. Нажим со стороны варягов заметно слабел, и этот процесс мог иметь некоторое отношение к успеху Скандинава в Западной Европе, где один из их правителей по имени Роллон в 911 году получил в свое распоряжение земли, позже получившие название Герцогство Нормандия. Но до настоящего сближения между Киевом и Византием, Константинополь оставалось еще много времени. Одним из препятствий на этом пути считается осторожность вершителей византийской дипломатии, все еще озабоченных в начале X века ловлей рыбки в мутных водах через ведение переговоров с дикими племенами тюркских печенегов ради умиротворения русичей, земли которых эти печенеги терзали своими набегами. Печенеги уже выдавили на запад мадьярские племена, которые прежде стояли буфером между русичами и хазарами, и теперь там следовало ждать столкновений. Не прекратились еще и набеги варягов, хотя уже наступило нечто вроде поворотного момента, когда флот русичей в 941 году удалось прогнать с помощью так называемого греческого огня. Вслед за этим удалось заключить соглашение, по условиям которого существенно урезались торговые привилегии, предоставленные 30 лет тому назад. Однако общность интересов проявилась с предельной наглядностью, когда авторитет хазарии пошел на спад, и византийцы увидели в Киеве потенциально ценного союзника в противостоянии Болгарии. Множатся свидетельства укрепления взаимопонимания, императорская гвардия в Константинополе комплектуется варягами, да и купцы из Руси туда зачастили. Считается, что кое-кто из этих купцов принял крещение. Христиане, иногда проявлявшие к корабейникам презрение, все-таки охотно покупали товары у купцов. К 882 году в Киеве уже появилась одна церковь, но ее могли построить ради иноземных купцов. Заметных свидетельств существования христианства на Руси до середины следующего века найти пока не удалось. Тогда, в 945 году, вдова киевского князя приняла регенство при его преемнике и ее сыне. Регеншу звали Ольгой Хельгой. Ее сына звали Святослав, и он первый киевский князь, носивший славянское, а не скандинавское имя. Когда наступил подходящий момент, Ольга нанесла государственный визит в Константинополь, где крестили христианским чином, причем сам император отстоял всю службу в соборе Святой Софии. Из-за сложного дипломатического подтекста данного события, понимание его сути представляется делом безнадежным. Ведь Ольга, в конце-то концов, к тому же послала на запад гонцов за епископом, чтобы сравнить выгоды, обещаемые Римом. Более того, крещение Ольги никакого непосредственного продолжения в практическом плане не имело. Святослав, правивший с 962 по 972 год, проявил себя весьма воинственным язычником, впрочем, как остальные военные высокородцы викингов его времени. Он поклонялся богам Севера, и правильность его вероисповедания получила подтверждение через успешные набеги на земли Хазар. С булгарами, однако, ему везло меньше, а смерть ему принесли и вовсе печенеги. Здесь наступает решающий момент. Русь уже существовала, но она все еще была Русью викингов, зависшей между восточным и западным христианством. Ислам в решающий период сдерживался Хазарией, но Русь могла повернуться лицом к латинской Европе. Славяне Польши уже признали вероисповедание Рима, и германские епархии продвинулись на восток в Балтийские прибрежные земли и Богемию. Раздел, даже враждебность двух великих христианских церквей уже выглядели свершившимся фактом, и Русь представлялась желанной наградой, ожидавшей одну из них. В 980 году междоусобная борьба на Руси закончилась триуфальным появлением князя Владимира, крестившего Русь. Представляется вполне правдоподобным то, что его с детства воспитывали в духе христианства, но сначала он проявил нарочитое рвение язычника, положенное достойному военачальнику викингов. Затем он приступил к оценке выгодных сторон остальных религий. Согласно легенде, он якобы обсудил их возможное достоинство со специалистами. В нынешней России любит вспоминать о том, что князь Владимир отверг ислам в силу запрета для его приверженцев на употребление хмельных напитков. Специальное посольство отправили для посещения христианских церквей. О болгарах послы сообщили, что те смердят. У немцев не оказалось, что предложить вообще, зато Константинополь им пришелся по душе. Об этом городе послы сообщили словами, которые часто приводятся до сих пор. «Мы не понимали, где находимся, на небесах или на земле, так как на земле не существует ни таких видов видения, ни такой красоты, и нам неведомо, как все это описать». Выбор напрашивался сам собой. Около 986-988 годов Владимир для себя и для своего народа принял православие. Так наступил решающий поворот в русской истории и культуре, признававшийся православными церковниками с тех самых пор. Тогда над нами начал растворяться мрак идолопоклонства и встала заря православия. Высказался один из них, превознося заслугу Владимира спустя полвека или около того. При всем рвении, продемонстрированном князем Владимиром в навязывании крещения своим подданным, физическим насилием, когда требовалось, занимался он этим делом отнюдь не из-за религиозного иступления. Свой выбор он сделал еще и из дипломатических соображений. Владимир оказывал военную поддержку императору, а теперь ему пообещали в невесты византийскую принцессу. А тут уже речь шла о невиданном до сих пор признании высочайшего положения киевского князя. Сестру императора ему предложили в жены потому, что Византия нуждалась в союзе с Русью, ориентированном против булгар. Когда в этом деле возникли затруднения, князь Владимир оказал нажим тем, что занял принадлежавшие Византии территории в Крыму. Обещанное венчание состоялось. Киев стоил свадебной месты для Византия, хотя выбор Владимира определялся гораздо более вескими соображениями, чем просто дипломатия. Двести лет спустя его соотечественники высоко оценили заслуги своего предка. Владимира причислили к лику святых. Он принял единственное решение, которое больше, чем все остальные решения, определило будущее России. Так сложилось, что культура Киевской Руси X века во многих отношениях представляется гораздо более богатой, чем культура практически всей Западной Европы. Ее города играли роль важных торговых центров, через которые шли потоки товаров на Ближний Восток, где высоко ценились русские меха и пчелиный воск. Таким коммерческим акцентом отмечено еще одно отличие Руси. В Западной Европе замкнутое хозяйство, покрывающее лишь элементарные потребности, появилось в качестве государственного атрибута, несущего на себе оковы краха мира классической хозяйственной системы. Без такого западного типа поместья Русь к тому же не получила дворянина-крепостника того же западного типа. Появление местной аристократии на Руси могло потребовать больше времени, чем в католической Европе. Русским дворянам на протяжении долгого времени пришлось мириться с ролью соратников и подчиненных своего воеводы. Опускаясь по социальной шкале, приходим в города, где новая вера постепенно пускала корни, сначала благодаря болгарским священникам, принесшим с собой чин богослужения Южной Славянской Церкви и кириллический алфавит, на основе которого создавался русский письменный язык. В духовной сфере сильно сказывалось влияние Византия, и митрополита Киева обычно назначал патриарх Константинополя. Киев приобрел известность великолепием своих храмов. То было великое время строительства, в стиле, в котором просматривалось влияние греческого зодчества. К несчастью, строительным материалом служила древесина, и немногие из шедевров дошли до наших дней, но добрая слава тогдашнего художественного превосходства Руси над Европой отражает богатство Киева. Его апогей приходится на период правления сына Владимира Ярослава Мудрого, когда один западный посетитель признал, что Киев превзошел по красоте Константинополь. Русь тогда в культурном отношении была такой же открытой для внешнего мира страной, как и на протяжении многих грядущих веков. Такая открытость, в известной мере, служила отражением военной и внешнеполитической репутации Ярослава Мудрого. Он обменялся дипломатическими миссиями с Римом, в то время как в Новгороде принимали купцов немецкого Ганзейского союза. Сам, женившийся на шведской принцессе, он подобрал мужей женщинам своей семьи среди королей Польши, Франции и Норвегии. При его дворе нашли предстанище члены потрепанной англосаксонской королевской семьи. Связи с западными дворами никогда больше не будут настолько близкими, как при нем. В культурном плане он тоже помог собрать первые плоды византийских семян, пересаженных на славянскую почву. В первом великом русском литературном труде под названием «Повесть временных лет», обращается особое внимание на славянское наследие и предлагается изложение истории Руси в христианских понятиях. Слабость Киевской Руси лежала в продолжении действия правила наследования, которым практически гарантировался раскол или спор наследников после смерти великого князя, при том, что еще одному князю XI века удалось утвердить свою власть и обуздать иноземных врагов после Ярослава, киевское верховенство ушло в прошлое. Северные княжества получили большую автономию. Со временем главную роль среди них стали играть князья Москвы и Новгорода, хотя во второй половине XIII века образовалось третье, так сказать, великое княжество во Владимире, сопоставимое по авторитету с Киевом. Одной из причин такого смещения центра тяжести в истории России называют новую угрозу, нависшую с юга, где теперь предельно возросло влияние племен печенегов. Произошедшие изменения имели судьбоносное значение. Просматривается зарождение будущих тенденций в развитии русского аппарата управления и общества в тогдашних их северных княжествах. Медленно с внедрением практики дарования на дело в земли князьями происходило превращение прежних прислужников и добрых приятелей воеводы в местное дворянство. Даже оседлым земледельцам начали предоставлять права собственности и наследования. Многие из тех, кто обрабатывал землю, находились на положении рабов по западным меркам, однако пирамиды обязательств, на манер которой формировалось местное общество средневековой Западной Европы, на Руси не существовало. Такие вот изменения происходили внутри традиции, магистральное направление которой определилось в киевский период русской истории. Еще одним устойчивым национальным образованием, формирование которого началось приблизительно в то же время, что и Руси, была Польша. Ее происхождение связано с группой славянских племен, впервые появляющихся в исторических хрониках X века, когда они сопротивлялись нажиму со стороны пруссов, населявших ту же самую территорию. Вполне вероятно, политикой был продиктован выбор христианства как религии, первым вошедшим в историю правителем Польши по имени Мешко I. Выбор его пал, в отличие от русичей, не на восточную православную церковь. Мешко отдал свое предпочтение Риму. Тем самым история Польши на всем ее протяжении будет связана с Центральной Европой, тогда как Россия останется преданной Восточной Европе и Центральной Евразии. С крещением в 966 году открывался полувековой период стремительной консолидации территорий в новое государство. Энергичный его преемник начал создание административной системы и расширил свои земли до Балтики на севере, а также захватил Силезию, Муравию и Краков на Западе. Один германский король утвердил свой суверенитет в 1000 году и в 1025 году его помазали на престол Польши как Болеслава I. Политические неудачи и реакция язычников стали причинами утраты многого из того, чего он добился, и пришло время наступления мрачных времен, но Польша уже существовала как некая историческая действительность. Кроме того, в истории Польши к тому же появились три определяющих ее момента – борьба с поползновениями пруссов на Западе, определение своей судьбы интересами римской церкви, а также неуживчивость и гонор польской шляхты в отношениях с престолом. Первые два из них во многом определили все несчастья в истории Польши, ведь они функционировали в качестве разнонаправленных факторов. Как славяне, поляки стояли на страже границы славянского мира. Они образовали своеобразный волнолом на пути прилива тефтонских переселенцев. Как католики, они служили передовыми заставами западной культуры в момент ее конфронтации с православным Востоком. На протяжении тех запутанных столетий прочие ответвления славянских народов продвигались на берега Адриатики и в Центральную Европу. Возникали новые страны со своими отличительными особенностями. Славян Богемии и Моравии в IX веке крестили Кирилл с Мефодием, но немцы их заново обратили в католическое христианство, раз при представителе разных вероисповеданий сыграли свою роль также в Хорватии и Сербии, где еще одно ответвление осело и образовало государство, отделенное от восточных славянских масс сначала аварами, а затем немцами и венграми, которые своими вторжениями с IX века практически отрезали православие Центральной Европы от византийской поддержки. Таким выглядит существование славянской Европы в начале XII столетия. Славян разделили, и это следует признать, по признаку религиозной принадлежности и особенностям областей проживания. Один из этих народов, обосновавшийся на той территории, то есть Мадьяры, переселившиеся через Карпаты из Южной Руси, вообще к славянам не принадлежали. Их предки появились на азиатской стороне Уральского хребта. Вся данная область находилась под растущим нажимом со стороны немецких земель, где политика устремления крестоносцев и нехватка свободных плодородных земель служили двигателем движения на восток, причем движения неуемного. Самая крупная славянская держава в лице Киевской Руси лишилась возможности в полной мере проявить свой потенциал. Все дело заключалось в политической раздробленности, наступившей после XI века и в набегах в следующем столетии кипчаков. К 1200 году русичи утратили контроль над речными путями к Черному морю. Русь отступала на север и становилась Московией. Впереди славян ждали лихие времена. Ураган бедствий надвигался на славянскую Европу и с нею на Византию. Как раз в 1204 году крестоносцы взяли штурмом Константинополь, и свет мировой державы, служившей опорой православия, погас. Дальше хуже. Спустя 36 лет Город Киев пал перед полчищами ужасного кочевого народа. Это пришли монголы. Глава 4. Новый Ближний Восток и образование Европы У хищников, рыскающих тогда по Ближнему Востоку, не одна только Византия вызывала искушение. Эта империя на самом деле манила их внимание дольше, чем ее заклятый враг в лице халифата Аббасидов. Данная Арабская империя пришла в упадок с сопровождающимся распадом, и с X века мы вступаем в эпоху большой смуты, при которой любые попытки даже внешнего осознания происходящего превращаются в совершенно бесполезное занятие. Не случилось никакого прорыва к устойчивому росту, который могли бы обещать процветание торговли и появление состоятельных людей за пределами вне правящих и воюющих инстанций. Главным объяснением упадка империй можно назвать неподъемные и волюнтаристские поборы, назначенные правительством, но ведь правители приходят и уходят, совершенно не касаясь опор исламского общества, население всей территории от Леванта до Гиндукуша впервые в истории прониклась общей для всех единственной религии, и причем надолго, если не навсегда. Внутри той зоны христианское наследие Рима, как главной культурной силы, держалось только до XI века, да к тому же закупоренным по ту сторону Таросских гор в Малой Азии. Вслед за этим христианство тоже пережило свой закат на Ближнем Востоке, и от него остались только редкие общины, едва терпимые приверженцами ислама. Чрезвычайную важность представляли устойчивость и глубокая укорененность общественных и культурных атрибутов ислама. Они с лихвой компенсировали слабости, проявлявшиеся по большому счету разве что в политической и административной сфере полуавтономных государств, появившихся ради исполнения властных полномочий в условиях формального диктата халифата в декадентский его период, распространяться по их поводу особой нужды не возникает. При всем интересе, испытываемом к ним со стороны арабистов, об этих государствах стоит упомянуть как о наглядных исторических ориентирах, а не как о явлениях как таковых. Самым заметным и мощным из них правили представители династии Фатимидов, под властью которых находились Египет, большая часть Сирии и Леванта, а также побережье Красного моря. На их территории находились великие святыни Мекки и Медины, где процветала торговля, высокую рентабельность и огромный объем которой обеспечивали паломники. На границах Анаталийской и Северной Сирии, между Фатимидами и Византийской империей, правили представители еще одной династии Хамданиды, а в это время центр халифата, Ирак и Западный Иран, вместе с Азербайджаном, находились под властью буидов. Наконец, северо-восточные области Харасана, Систана и Маверан-Нахара достались Самонидам. Перечислением данных четырех властных группировок далеко не исчерпывается сложность неустоявшегося в X веке арабского мира. Зато их вполне хватает, чтобы вообразить себе декорации, на фоне которых разворачивался процесс появления внутри ислама двух новых империй, одной на территории Анатолии и второй в Персии. Путеводную нить нам предлагает один из народов Центральной Азии, уже упоминавшийся в нашем повествовании тюрки. Части этого народа предоставили дом Сасаниды в последние годы своего правления в обмен на помощь. В те дни тюркская империя, если это слово можно употреблять для обозначения их племенной конфедерации, простиралась на всю территорию Азии. Тогда они переживали период своей первой Великой Эпохи, как и для остальных кочевых народов, их власть в скором времени оказалась совсем непрочной. Так случилось, что внутри племенной раскол у тюрков совпал по времени с возрождением китайской державы, и как раз на момент расчленения народа пришелся большой натиск со стороны арабов. В 667 году эти арабы вторглись в Мавернахр, а в следующем веке они окончательно расшатали остатки империи тюрков в Западной Азии. Их удалось остановить только в VIII веке, и получилось это у еще одного тюркского народа — хазар. Перед этим случился раскол тюркской Восточной конфедерации. На фоне такого краха все случившееся представляло большую важность. Впервые своего рода государство кочевников раскинулось на всю Азию, и оно просуществовало больше века. Правители всех четырех современных ему великих цивилизаций — Китая, Индии, Византии и Персии — увидели для себя неизбежную необходимость наладить отношения с тюркскими ханами, подданные которых многое почерпнули из контактов, обусловленных такими отношениями. Среди того многого, что они приобрели, — искусство письма. Древнейшие, дошедшие до нас тюркские надписи, датируются началом восьмого века. Однако, несмотря на это, сведения о протяженных отрезках тюркской истории нам приходится черпать из летописей и дневников других народов. Из-за раздробленности тюркских племен судьба их представляется весьма туманно вплоть до десятого столетия. Потом наступил крах династии Тан в Китае. Из-за такого крупного события появились благоприятные возможности у восточных и китаизированных тюрков как раз в тот момент, когда в исламском мире стали множиться признаки ослабления власти. Одним из них стало появление государств, идущих на смену империи аббасидов. Тюркские рабы или мамилюки издавна служили в армиях халифатов. Теперь их использовали в качестве наемников при династиях, правители которых пытались заполнить возникающий вакуум власти. Беда в том, что к X веку тюркские народы снова двинулись в путь за лучшей судьбой. В середине этого века представители новой династии восстановили китайскую державу и ее единство. Возможно, отсюда исходил решающий импульс для новых протяженных переселений, на которые среднеазиатские народы толкали друг друга и отправлялись на чужие земли сами. Какой бы ни была причина переселения? Среди тех, кто нависал над северо-восточными землями старого халифата, а потом образовал там свои собственные новые государства, оказался народ под названием тюрки-огузы. Среди них выделялся клан сельджуков, считающихся теперь предками современных турок Анатолии. Некоторые из них, располагавшие тесными контактами с хазарами, сначала приняли иудаизм, но в 960 году, когда они все еще жили в Мавернахре, усилиями усердных миссионеров империи и самонидов сельджуки обратились в ислам. Многие из предводителей новых тюркских режимов в прошлом служили солдатами арабов и персов. Одну такую группу называли газновидами, династия которых на недолгое время создала огромный доминион, простиравшийся на часть территории Индии. То был к тому же первый после аббасидов режим, в котором полководцев избирали султанами или главами государства. Но их, в свою очередь, оттеснили с приходом новых захватчиков из числа кочевников. Огузы пришли в достаточном количестве, чтобы произвести существенные изменения в этническом составе Ирана и также в его экономике. С их приходом, к тому же, произошло более глубокое изменение, чем все предшествующие, и открылась новая фаза исламской истории. В силу того, что совершили саммониды, часть тюрков-огузов уже приобщилась к исламу и уважала достижения единоверцев. Теперь начался перевод на различные наречия тюркского языка основных трудов арабских и персидских ученых, которые должны были открыть тюркским народам широкий, как никогда раньше, путь к освоению арабской цивилизации. В начале одиннадцатого века сельджуки тоже переправились на противоположный берег Амудари. Все шло к появлению еще одной тюркской империи, которая просуществовала до 1194 года, а в Анатолии до 1243 года. После изгнания газновидов из восточного Ирана сельджуки взялись за буидов и захватили Ирак. Таким образом, они стали первыми среднеазиатскими захватчиками исторических времен, проникшими дальше иранского плато. Возможно, из-за их принадлежности к мусульманам суннитского крыла сельджуков с большой радостью встречали бывшие подданные буидов, исповедовавших шиизм. После покорения Сирии и Палестины, они вторглись в Малую Азию, где в 1071 году нанесли византийцам одно из самых тяжелых поражений в их истории при Мансикерте. Обратите внимание на то, что сельджуки назвали учрежденный ими султанат Ромом в честь того, что считали себя с тех пор наследниками древних римских территорий, сам факт появления цитадели ислама внутри древней Римской империи, вызвал в Европе порыв незамедлительно отправиться в крестовый поход. К тому же произошло открытие Малой Азии для заселения ее тюрками. Тогда сельджуки сыграли во многих отношениях выдающуюся историческую роль. Мало того, что начинали обращение народов Малой Азии из христианства в ислам, они еще спровоцировали крестоносцев на новые походы и длинное время оказывали им достойное сопротивление на направлении главного удара. Оно дорого им обошлось на остальных фронтах. К середине XII века власть сельджуков на иранских землях уже едва держалась. Тем не менее, империей сельджуков отмерен был достаточно долгий век, чтобы во всех исландских центрах успела окончательно выкристаллизоваться общая культура и органы власти, состав которых теперь приглашали представителей тюркских народов. Этого оказалось недостаточно, потому что правительство сельджуков тогда обновлялось в силу признания им социальных – и в исламе это означало религиозных – реалий. Сутью сельджукской структуры оставалось выбивание наибольшего объема даний, а не административная деятельность. Иногда она напоминала нечто вроде конфедерации племен и стойбищ, в отличие от своих предшественников, не способной больше к продолжительным испытаниям на прочность. Центральный аппарат империи составляли его армии и то, без чего им было не обойтись. На местном уровне власть принадлежала наставникам и богословам ислама или знаменитым улемам. Они обеспечивали консолидацию власти и племенного обычая, которому суждено было пережить халифаты и стать скрепляющей субстанцией исламского общества на всей территории Ближнего Востока. С оглядкой на них велись все дела до самого прихода нацизма в 20 веке. При всем разнообразии школ внутри улемов, они обеспечили на местных уровнях общую культурную и общественную систему, которая гарантировала лояльность масс новым режимам, которые сменяли друг друга наверху и могли казаться чужеродными по происхождению. Из такой системы выходили политические представители, способные удовлетворить население на местном уровне и узаконить новые режимы своей поддержкой. Отсюда возникло одно из самых наглядных различий между исламским и христианским обществом. Ключевую роль в улемах играли представители религиозных элит, они организовали жизнь в местных религиозных общинах, так что в бюрократии западного толка необходимость там отпадала. В условиях политического раскола исламского мира периода упадка халифатов, эти элиты обеспечили социальное единство. Опыт сельджуков получил распространение во всем арабском мире, им пользовались правители последующих империй. Еще одним атрибутом государства стало использование рабов, причем кое-кого на административных должностях, но в основном в войсках. При том, что сельджуки даровали несколько крупных вотчин за большие воинские заслуги, именно рабы, чисто тюркского происхождения, представляли реальную силу в виде армии, на которую мог опереться правящий режим. Наконец власть, где появлялась возможность, опиралась на сохранившуюся местную персидскую или арабскую знать. В годы наступившего упадка режима сельджуков в его структуре выявились слабые места. В деле управления подданными их режим в огромной степени зависел от наличия способных личностей, пользовавшихся авторитетом среди соплеменников. Правда, тюрков было совсем немного, и им постоянно приходилось демонстрировать большие достижения, без которых лояльность подданных быстро сходила на нет. Когда инерция первой волны переселения мусульман в Анатолию иссякла, данная область все еще поверхностно выглядела тюркской, а мусульманские города окружала сельская местность, жители которой общались совсем на другом языке. Местное наречие арабизировать не получилось, как это произошло дальше на юге, и вытеснение греческой культуры из области шло очень медленно. Дальше на востоке первые мусульманские земли, которые предстояло утратить, отошли к язычникам в XII веке. Правитель кочевников – в Европе многие считают его христианским царем пресвитером Иоанном – на пути из Центральной Азии, оказавшим помощь крестоносцам, отобрал у сельджуков «Маверанахр». Движение крестоносцев считается одним из проявлений реакции на учреждение державы сельджуков. Турки, возможно, из-за более позднего обращения в ислам, не обладали большой терпимостью присущей арабам. Они начали обижать христианских паломников, направлявшихся по святым местам. Прочие причины появления крестоносцев принадлежат скорее европейской, чем исламской истории, и подобное явление можно встретить где угодно, но к 1100 году исламский мир переходил к обороне, даже при том, что особой опасности франки для него не представляли. Тем не менее, повторное завоевание Испании началось, и арабы уже лишились Сицилии. Первый крестовый поход 1096-1099 годы проходил в благоприятных условиях раздробленности мусульман, позволивших захватчикам образовать в Ливанте четыре католических государства – Иерусалимское королевство и три его феодальных владения – графство Эдесса, княжество Антиохия и графство Триполи. Светлого будущего им не досталось, зато в начале XII века их появление показалось поборником ислама, зловещим предзнаменованием. Изначальный успех крестоносцев вызвал соответствующую реакцию со стороны мусульман, и один полководец Сельджуков занял Мусул, чтобы провозгласить его центром, на основе которого создал новое государство, занявшее территорию Северной Месопотамии и Сирии. В 1144 году он снова отбил Эдессу, а в это время его сын решил воспользоваться враждебностью по отношению к крестьянам со стороны местного мусульманского населения. Племянник этого принца по имени Салах-ад-Дин захватил власть в Египте в 1171 году и провозгласил образование халифата фатимидов. По национальности Салах-ад-Дин принадлежал к курдам. Он вошел в историю в качестве героя, возвратившего мусульманам Левант, и остается обаятельной фигурой даже после напряженных усилий, лишенных романтики и веры в добро ученых, опорочить его идеал сарацинской галантности. Восхищение, которое оннушал своим современникам-христианам, уходило корнями в парадоксы, имевшее по-настоящему поучительное значение. Он бесспорно относился к врагам христианства, но при этом о нем говорили как о добром человеке, человеке слова, справедливом в поступках. Его отличало великодушие, и вообще в мире не существовал второй такой идеал благородства. Французов репутация этого человека раздражала настолько, что им пришлось прибегнуть к измышлениям, будто бы в рыцаре его посвятили пленные христиане, и что он даже окрестился на смертном адре. На более приземленном уровне первую крупную победу Салахаддин одержал, когда в 1187 году вернул исламу Иерусалим, что послужило поводом для нового третьего по счету похода крестоносцев 1189-1192 годы. Большими достижениями на поле брани хвалиться им не пришлось, зато усилилось раздражение мусульман, теперь начавших проявлять совершенно новую, невиданную до сих пор жестокость и идеологическую враждебность к христианству. Настало время гонений на христиан, и с ним началось медленное, но необратимое сокращение ранее многочисленного христианского населения мусульманских земель. Салахаддин основал мусульманскую династию султанов Айюбидов, которые правили Левантом за пределами анклавов крестоносцев, Египтом и побережьем Красного моря. Она просуществовала до тех пор, пока ее не сменили правители, отобранные из состава Дворцовой гвардии, то есть тюрков-мамилюков. Им предстояло ликвидировать последнее завоевание крестоносцев в Палестине. Восстановление халифата, случившееся позже в Каире, его передали под управление одному из членов дома Аббасидов, по сравнению с этим выглядит событием малозначительным. На него, тем не менее, обращают внимание, так как ислам все еще остается преобладающим вероисповеданием и сосредоточением культуры, в настоящее время обнаруживаемым в Египте. Багдаду не было нужды что-либо восстанавливать. К тому времени за мамилюками, к их чести, числилось совсем другое достижение. Именно им, наконец-то, удалось остановить волну завоеваний со стороны куда более опасных, чем франки племен, когда эта волна катилась по просторам Евразии на протяжении больше полувека. Речь идет о пресловутых монголах, историю которых с точки зрения хронологии событий и территориального деления распутать до сих пор не получилось. За поразительно короткий срок этот кочевой народ вовлек в орбиту своего влияния Китай, Индию, Ближний Восток и Европу, а также оставил после себя неизгладимые отметины своего присутствия. Только очагов их истории, кроме войлочных шатров правителей при лагерных стоянках, не сохранилось. Их нашествие случилось неожиданно как ураган, напугавший полудюжину цивилизаций, погубивший многих и много разрушивший, а также покоривший и организовавший народы по-своему в масштабе, повторенном в двадцатом веке. Монголы требуют, чтобы их считали единственными в своем роде последними и изменившими ход истории завоевателями-кочевниками. В поисках места происхождения этих кочевых племен нам следует отправиться в восточный угол центральной Евразии, каким он был в середине первого тысячелетия нашей эры. Занятые своей экспансией тюрки оттеснили остальные народы на периферию цивилизации, причем те, кто отказался им подчиняться, отправились в южном направлении, где осели внутри и у границы империи, в то время находившейся под властью династии Хань. Группа народов, общавшихся на наречиях монгольской языковой семьи, давно добивавшихся внимания со стороны китайских правителей, постепенно втягивалась в запутанный клубок политики Китая V и VI веков. Кто-то из них сыграл ключевую роль в установлении новых династий. Правители династий Исуй и Тан по происхождению считаются наполовину монголами, остальные прижились за пределами китайской сферы прямого правления. Можно поискать монголоидные элементы во многих великих федерациях кочевников первого тысячелетия нашей эры, среди аваров, турок и, вероятно, к тому же гуннов. Во второй половине IX века и первых годах X века на основе группы племен под общим названием Кидани возникло самостоятельное государство, войско которого ворвалось в Северный Китай, где Кидани приводят к власти династию Ляо, которая управляла Маньчжурией, Восточной Монголией и значительными территориями Китайского Севера с 916 по 1125 годы. Династия Ляо, несомненно, подала вдохновляющий пример другим монгольским племенам, живущим на севере Китая, переставшим считать себя простыми пастухами, слугами или ремесленниками. Но в начале XII века, когда государство династии Ляо с треском рухнуло под натиском ее врагов, всем монгольским племенам пришлось на собственной шкуре ощутить негативные последствия этого краха. Под гнетом их этнических соперников вспыхнула ожесточенная борьба за власть между выживающими монгольскими кланами, подтолкнувшая одного молодого человека по имени Темуджин крайностям на поприще самоутверждения. Дата его рождения доподлинно неизвестна, зато все знают, что с 1190-х годов он стал во главе своего народа в качестве хана. Несколько лет спустя ему присвоили титул Кагана, племен, которых он назвал, монголами, и такое признание сопровождалось присвоением ему имени Чингис, дословно «повелитель воды», или, что точнее, «повелитель бескрайнего, как моря». Он распространил свою власть на остальные народы в Центральной Азии, а в 1215 году разгромил войско удельного царства Дзинь в Северном Китае и Маньчжурии, образованного юрдженями, предками маньчжуров. Для великого завоевателя это было только началом. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова